Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на Черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях травести дива Моника. Всем привет! Я хочу рассказать, как мы познакомились. Мне кажется, что эту историю буду рассказывать своим детям. Нет, я, потому что мы были на дне рождения Антони Лая. Офигенный день рождения. Офигенный день рождения. И, кстати, вы бы знали о том, что вообще происходило. Если были подписаны на мой телеграм-канал. Маруся Черничкина просто, если что, в поиске. И там был бурлеск, травести дивы, и в том числе была Моника. И я стояла в первом ряду, орала, просто верещала, потому что я всё это обожаю. А потом, потом, Моника, ко мне подходит. Да, я включила сумасшедшую фонарь. И я такая, что? И я просто, когда ты мне сказала, что ты красишься под мои видосы, я такая, всё. Это пик моей карьеры, выше не будет, я не шучу, потому что. Ты стоишь там в зале, такая, аааа. Вот, а потом тебе говорят, и я всё. Я клянусь тебе. Я долгое время работаю вообще, в принципе, в такой индустрии, где ты постоянно с кем-то пересекаешься. И мне всегда было интересно, как это выглядит со стороны, когда к тебе подходят такие, блин, ты такая классная. А тебе это говорит человек, который ты вот только что там что-то делал, и ты такой, аааа. Я чуть не расплакалась, мне кажется, если бы не стрелки, я бы действительно там расплакалась, потому что мне было очень приятно. Спойлер, я огромная фанатка true crime, безумная. И я обожаю true crime подкасты, очень много их смотрю. И ты знаешь, вот есть мем, типа, как красятся обычные девушки, да, я как крашусь я. Да, шли тело, обезглавленное в парке, я такая, да, охуенно, прекрасно. Я вот чаще всего смотрю именно подкасты, когда крашусь, по вторникам как раз, потому что я работаю в клубе во вторник, и у нас не работает первый этаж, работаю только второй. То есть атмосфера прям подходящая максимально, я сижу в полной тишине, крашусь, и у меня вот вещает. Все, кто заходят, такие, что ты смотришь? А там, ну, типа, понимаешь, да? И вот ее нашли, расчлененную в 25 бочках, и я такая, блядь. Как это объяснить? Да, как объяснить, что меня это успокаивает? Ты можешь хотя бы еще сказать, что тебя это успокаивает, а когда я говорю, что я это снимаю, у людей такая реакция. Во-первых, самое, наверное, частое, что я слышу, это типа, а выглядишь ты такой веселый. А это какая-то депрессия должна быть определенного рода. Ну, видимо, да, определенный уровень тлена должен соблюдаться, видимо, в человеке. В тюксенках тони. Да. Мне безумно, безумно нравится Саша Сулим. Это вот, наверное, после тебя вторая мечта оказаться ее, прям. Саша. Саша. Если вы смотрите, я... Пожалуйста. Не call me. Здесь, я знаю, что здесь будет досье гостя. Да-да-да. Все соцсети со мной можно связаться, поэтому... I'm down for that. Если что, Саша, я тоже очень жду. Напишите мне, ответьте мне. Я смотрю Сашу Сулим, смотрю тебя, смотрю Мистику. Мистика вообще один из первых, наверное, каналов по туркрайму, который я начал смотреть. И мы с тобой на дне рождения в спиннеле забыла, как его зовут. Записки Ричарда. Да. Да. Боже. Такой мужчина. У него, во-первых, невероятно красивый голос. Это правда. Я вообще редко такое говорю мужчинам, но у него очень красивый голос. Это первое. А второе, ну, он безумно красивый сам по себе. И вот это его подача, и он тебя так вот во всё погружает. И ты такая вся вот в этом во всём. Думаешь, ты как будто, знаешь, я просто чаще всего перед сном это смотрю, и ты вот как будто бы вот у него на плече засыпаешь. Он тебе рассказывает эту историю. И такая, боже. И, естественно, Фауст 21 века. Куда же без него. Конечно. Он великолепен тоже. Мне очень нравится его вот метод повествования. Он очень классно рассказывает. И мне очень нравится, что у него была перед 8 марта подборка про женщин-убийц, которую снимала его мама. Это вообще просто лучше. Если, Фауст, если ты смотришь, one love. Уважаю. Как здорово. Мне кажется, тут уже можно пускать счётчик, знаешь, людей, которых мы упомянули. Если что, мы будем со всеми рады дружить, сниматься. Вообще очень-очень. Просто публично выражать респект. Да. Я забыла как-то сказать, что вообще это формат, если вы вдруг у меня здесь впервые, это формат, где мы читаем истории ваши страшные, которые вы присылаете на почту ваши.истории.собака.inbox.ru и комментируем их, обсуждаем, рассказываем свои. Короче, вот такой вот человый формат. Мне нравится, как мы сегодня решали, а сильно будет критично, если я буду без образа. Ты просто когда сказала о том, что можно в образе, я такая... Я всё, я уже себе всё нарисовала, и мне было так тяжело отпустить эту идею. Ну, видишь, я способна. Сегодня я что-то среднее между Надеждой Шевченко и Лолитой. Вот, фанаты битвы экстрасенсов. И я с вами. Это ужасно, потому что у меня нет личной жизни своей, и я такая... Ребят, смотрю битву экстрасенсов. Ну а что? У нас у каждого есть свои guilty pleasure. Для меня тоже такая разрядка некоторого рота. Знаешь, когда ты работаешь вот долгое время и на сцене, и плюс у тебя есть ещё дневная работа, тебе хочется свой мозг иногда вытаскивать, класть в баночку, просто чтобы он рядом полежал. А не занимался постоянными процессами какого-то самокопания. Хочешь с ними вот эту дурацкую подводку? Маруся, а кто у нас сегодня спонсор? Спасибо, что спросила. По моим ощущениям, сейчас где-то треть моих друзей работают удалённо. Треть работает в офисе, и последняя треть тоже сейчас работает в офисе, но мечтает об удалённой работе. Если вы находитесь в числе последних, вам пригодится следующая информация. Смена карьеры вызывает тревогу, но она также может стать началом чего-то удивительного. Главное, правильно выбрать новую профессию. Первое, что приходит на ум, нужно искать работу в сфере IT. Это перспективно, стабильно, востребовано, все про это знают. Но эта сфера кажется сложной и недостижимой, особенно если ранее похожего опыта не было. Как во всех отраслях разобраться и выбрать то, что тебе по душе? В этом поможет разобраться онлайн-проект IT-рентген от школы SkillFactory. Начнётся всё с бесплатного теста от методистов SkillFactory. Он покажет ваш путь в IT. А 22 ноября в 19 часов по московскому времени вас ждёт прямой эфир. Он займёт всего полтора часа, но заменит более 50 часов самостоятельного поиска информации. Вместе с опытными айтишниками вы разберётесь в топовых IT-профессиях и определите оптимальную точку входа в IT именно для вас. Проект не обязывает вас к чему-либо. Он всего лишь открывает перед вами новые перспективы. Ни один блогер и ни одна онлайн-школа не смогут сделать первый шаг за вас, но смогут рассказать про интересные и бесплатные возможности, чтобы приблизиться к жизни, которой вы мечтаете жить. Благодаря IT-рентгену уже более 150 тысяч человек нашли своё место в IT. Регистрируйтесь на проект по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Кстати, во время эфира вы сможете выиграть сертификат на обучение. Про возможность вам рассказала, теперь дело за вами. Ну а мы возвращаемся к подкасту. Этот выпуск выходит уже после выпуска, который был предыдущий. Вот такая вот логика. И я ещё пока не знаю вашу обратную связь по поводу того, что я одна читаю истории. Поэтому пока что ориентируюсь на то, что вам понравилось. Поэтому продолжаю пока читать одна. Если что, не обессудьте, если вам не понравилось. И никому не понравилось, а я вас не слушаю. Если что, я всё слушаю. Просто ещё пока не успела отреагировать. Мы в прошлом ещё. Не пишите, что у меня неприятный голос, пожалуйста. Я не буду читать, честно. Нет, у тебя прекрасный голос. Правда? Да, мне очень нравится. Это тоже боль вокалиста. Я записала трек девочки Кати, которая написала мне песню. Я после того, как она мне скинула финальный результат, я задала вопрос. Я говорю, через сколько проходит кринж от твоего собственного голоса? Говорит, я, говорит, пою всю жизнь. У меня прошёл пять лет назад. Я такая, класс. Прогноз прекрасный. Привет. Я всё колебалась, но решила отправить свою историю. Я родом из маленькой республики Тыва. Там до сих пор сохранился шаманизм. С детства слышала разного рода истории, не только про призраков и убийц, но и про хозяев мест, скифское древнее золото, которое нельзя трогать и так далее. История, о которой я расскажу, произошла с моим отцом. В юности он хотел прогуляться с друзьями. Сел в машину и поехал, взяв с собой двух друзей. Так как он из села, машин было мало, да и они выбрали достаточно пустую дорогу, по которой мало кто едет. Через какое-то время заглохла машина и никак не заводилась. Уехали достаточно далеко, пешком никак, да и темнело уже. Не проезжающих мимо машин, не связи, решили уже ночевать в машине, а утром добраться пешком. Видит, идет старик. И пошел к нему, чтобы узнать, может он рядом живет. Мило поговорив, старик вдруг говорит ему, «Хороший ты парень, помогу тебе». Папа, конечно, не понял и подумал, что они уже все перепробовали и все равно не завели, чем этот старик сможет помочь. Но решил не обижать и дать помочь. Подойдя к машине, дед сказал сесть за руль и завести машину. А он будет толкать. Растормошив друзей, помогать толкать, сам сел за руль, и машина чудесным образом завелась. Поблагодарив, старика предложил его довезти, но тот отказывался. Папа был настойчив, и в итоге он согласился. Запретив другу садиться вперед, чтобы посадить деда, они поехали. Как только тронулись, старик говорит, «Остерегайся, не помню какого цвета таких-то машин, а машина его родителей была как раз такого цвета. У тебя будет трое детей, и жену ищи там-то». И только тут он заметил, что его друзья сидят притихшие и даже не здоровались с гостем. «Вы что, забыли, что такое вежливость? Поблагодарите нашего спасителя. Если бы не он, остались бы там ночевать». И тут они удивленно спрашивают, «С кем с ним?» Подумав, что они издеваются, уже начал раздражаться отец. «Вы еще скажите, что не видите его. А кто тогда тут сидит?» Обернувшись, он никого не увидел на соседнем кресле. Старик будто растворился, и его там не было. Друзья же начали подкалывать. «Ты что, когда отходил, успел выпить?» Он решил разобраться в ситуации, и как оказалось, только он видел старика, а его друзья думали, что он разговаривал сам с собой из-за нервов. «Офигеть!» Об этой ситуации все благополучно забыли. Он тоже особо не распространялся, так как его могли принять за умалишенного. Да и сам старался забыть. «Уже когда мне было года три, я сама этого не помню, рассказывала мама, мы гостили у бабушки. Туда приехали родители отца, чтобы его забрать. Его брата повысили, поэтому он решил устроить сюрприз, приехать к нему и отпраздновать. Как только они приехали, я схватилась за папу и не отпускала его. А когда меня пытались забрать, начинала очень резко истерить, и все равно, схватившись за него, я его не отпускала. Все были удивлены, так как я себя так никогда не вела. Я всегда была очень спокойным ребенком. Решили не травмировать ребенка и уехали сами, без отца. После этого дня три от них не было вестей, никаких. Они просто пропали. Их искали и нашли в реке. Как оказалось, не справились с управлением, их занесло в реку. Никто не выжил, даже машину доставать не стали, так как это было невозможно. И только тогда он опять вспомнил того старика. И понял, о какой машине он говорил. Какая-то жесть. Начало многообещающее сегодня. Я просто представила это, знаешь, со стороны вот этих друзей. Просто друг поехал головой внезапно. Она сам с тобой разговаривает. Вообще жуть. Честно, я очень глубоко погруженный в мистику человек. Знаешь, из смешного, у меня мама всю жизнь говорила, что она ведьма. Так. У меня из детства, самая любимая история. Ну, нам всем же разрешают гулять вот в каком-то определенном месте. Я очень далеко от школы жил. То есть мне, чтобы добраться до школы, это 15 минут ходьбы. И мне мама говорила всегда, что ты гуляешь только во дворе, либо за домом. А, ну, естественно, мне там, я не знаю, 13 лет. И хуй я как бы, собственно, клала на вот эти все истории. Там же интереснее. Значит, мы пошли на школьный двор. Я гуляла на школьном дворе. Начала идти обратно домой. Мне позвонила мама. Такая, ты где? Так. Я говорю, я за домом. Она такая, ты уверен? Я такой, да. Она такая, быстро, пожалуйста, от школы иди домой. И я просто прикину, тебе вот 12-13 лет. И мама выдает такое. И я такая, ладно, пока. Я просто клала на трубку и такая, пиздец, меня спалили. Так. А как она? Не знаю. Я клянусь тебе, я не знаю. Ну, то есть, я, ну, долгое время думала, что либо ей кто-то спалил, либо она с кем-то созванивалась, типа, из мам, одноклассников. Ну, как-то, может быть, так получилось. И они сказали, что, типа, у нас дети сейчас вместе гуляют. А у меня, понимаешь, все, кто со мной учились в школе, большая часть людей жили вокруг школы. Я вот жила, типа, в 15 минутах ходьбы. То есть, пока дойдешь, там, ну, типа. И все. У меня куча мистических историй. Прям вот. Пожалуйста. I'm here for a reason. Да, да. Подожди, а твоя мама говорила, ну, это была не шутка. Это не шутка. Она реально считала себя ведьмой. Ну, да. Есть очень большая вероятность, что она до сих пор так считает. Вот. Опа. Я тебе объясню. У нас мамина прапрабабушка, она жила в Балагое, такое село, кто читал вот такой рассеянный с улицы Бассейна. Прекрасно знает. Там есть же строчка. Это что за остановка? Балагое или Поповка? Так. Вот. Балагое – это Ленинградская область. Я думаю, что-то знакомое. А ты когда едешь на Сапсане, это одна единственная остановка. Ага. Вот. Ясно. И она была вот местная повитуха, бабка, которая вот, типа, знахарка и всё остальное. И там тоже собака порылась, что её очень сильно не любили, потому что все думали, что она прям какая-то страшная ведьма. Она вот была, типа, очень добрая такая бабушка-травница, чуть ли не бабушка Агафья с упаковки шампуня бабушка Агафья. Я просто, да, да, я просто не знаю их совсем, никого у меня такое всё очень какое-то, вот у меня родственники вот ровно те люди, которых я знаю, все остальные как-то. Ну, потому что прапрадед был кулаком, его раскулачили, и всё, естественно, потерялось, к сожалению. Блин, была бы сейчас с имением, со всеми делами. Это какие-то истории, знаешь, которые ты никогда никому не рассказываешь, потому что тебе кажется, что сейчас ещё рассказываешь, ты всё такие, да, допилась, получается, уже всё, всякая херь мерещится. Но мы здесь вообще не... Не, я счастлива. У нас здесь safe space. И из лагеря у меня есть любимая история. Так. Я 8 лет подряд ездила в один и тот же лагерь, потому что оба родителя работают, меня куда-то надо отправлять на лето. И я ездила 8 лет подряд в один и тот же лагерь, это лагерь Чайка, под Коломной, в селе Пески. У нас на территории лагеря был заброшенный корпус. Да, и ты, естественно, понимаешь, что это, ну, мека для... Да, конечно. ...тринадцати-четырнадцатилетних людей, которые всё насмотрели из всякого говна. Да. Им всё, всё мерещится. Естественно, ты в лагере, это вот, ну, посидеть с фонариком, порассказывать историю за минуту душу. Всегда главный вход в этот корпус, он всегда был закрыт на огромный замок. И как-то раз этот замок сорвали, и какое-то номинальное количество дней, пока никто не заметил, что... Что там открыто. Да, что там открыто. Он висел, вот, ну, типа, просто можно было открыть и зайти. И мы, значит, вот собираемся, типа, толпой нашего отряда, у нас там пять человек, девочки взяли с собой камеру, они открывают дверь, и говорят, я не пойду. Все такие на меня прощатся, в смысле? Я говорю, я не пойду. Говорю, вы меня не заставите. Там у места такая энергетика, что как бы, может быть, там кто-то умер, конечно, я не буду утверждать. Тебе всегда рядом с ним неспокойно. Хочешь ты этого или не хочешь, днем это или вечером, тебе вот перманентное состояние какого-то беспокойства. Ну и что, все, соответственно, сошли, пробыли там ровно семь минут, с криками оттуда выбежали. И когда они выбегали, мальчика, который с нами был, сфотографировали на выходе. Вот прям сфотографировали, ну, типа, на камеру. Мы смотрим фотографию, приближаем, а там, значит, представляешь, вход в корпус, вот так вот две лестницы, вот так вот по центру одна, и вот так вот стоит шкаф. Шкаф, в котором выломана задняя стенка и выломана дверь. Так. Единственный луч света, который пробивается через заколоченные окна, падает в этот шкаф. И там, я тебе вот не пью ни разу, лицо девочки. Такое, типа, понимаешь, призрачное. И мы все, понимаешь, нам, типа, по 13, по 14 лет. Ебать, это что? Мы все в истерике оттуда бежать, закрывать странный корпус. Мы, слушай, я тогда, это еще год, когда я только вот начала курить. Да. Мне кажется, я в жизни столько не курила. Сколько тогда мы просто смыкались за корпусом, стояли, курили. Я говорю, я не знаю, что это. Говорю, я не буду вам объяснять. Говорю, я не знаю, что это. Кошмар. Я такая, я говорила, что я не пойду. И до сих пор вот нам никому непонятно, а был ли мальчик, грубо говоря. Блин, жуть. Это жуть. То есть, ну, без продолжения такого, что, типа, и выяснилось, что там пропала девочка как раз. Выяснилось. Девочки пошли наводить порядок в архивах. Так. И нашли фотографию отряда, где лицо одной девочки вот так вот стерто, ну, типа, либо лезвием, либо вот чем-то таким. Да ладно. Да. Фотография прям максимально старая, что-то ЧБ, что-то какие-то шестидесятые, семидесятые годы. Я, это роман, да? Плак с миртом. Да. Это была она. Про этот корпус ходила история вот так вот с головой, что умер мальчик, умерла девочка, кто-то повесился и все остальное. А до того, как корпус, вот как с него сорвали замок, ребята лазили через крышу туда. Да, это, естественно, опасно. Здание прям, ну, типа, условно аварийное. Да. Там не ремонт и ничего. Или мы видели противогазы, что прицепить, еще какую-то хуйню, я такая, господи, какой ужас. Жуть. А я вот, с одной стороны, вроде фанатка по заброшкам полазить, а с другой стороны, вроде как бы истыкотно. Что-то что-нибудь обвалится, не дай бог. Ты сказала про то, что начала курить, и у меня резко флэшбэк такой. Мне кажется, я вот одного человека в своей жизни очень сильно напугала. Мы поехали тоже в лагерь. Это была зимняя смена, мы были в Зеркальном. Я думаю, что кто из Ленинградской области точно, ну, из Питера, точно знают этот лагерь. Мы туда приехали, и смена выпала на то ли день снятия блокады, то ли день прорыва блокады. Я не помню точно, но у нас была линейка торжественная по этому поводу. Обстановка, короче, напряжённая, всё такое очень мрачное. Это вот как 22 июня. У нас тоже вот каждый год ты приезжаешь, 22 июня делают День памяти и скорби, у тебя гасится радио, то есть в полной тишине. На самом деле это пиздец как стрёмно, когда ты до этого 20 дней ты типа находишься в таком вот приподнятом настроении, всё радио играет, ДИФМ, а потом просто на день всё гасится, и ты понимаешь, в какой тишине ты находишься. Звенящая такая, давящая очень атмосфера. Вот у нас происходит эта линейка, и я теряю сознание. Но я не просто теряю сознание. Перед тем, как я отключилась, я успеваю дотронуться до спин своих одноклассников, которые там были, в том числе, по-моему, до спины какого-то парня, который после этого скурил, наверное, пачку сигарет, потому что я не просто отключилась. Меня начала бить судорога, и у меня вот так вот вертелись руки. Ай, ужас. Короче, очнулась я уже в медпункте. Этот парень выкурил, наверное, примерно пачку, потому что это... Прямо для тебя, ну, бля. Очень все испугались. Я реально всех напугала, мне кажется. Вот. Но long story short выяснилось просто, что у меня предрасположенность к эпилепсии. Никакой мистики, но вот такая же история. Но в ночные клубы больше не хожу. А то мало ли строк ёбнет, и всё. На самом деле, мне кажется, почему мы так живо начали обсуждать, потому что история реально очень прикольная. Да, очень. Вообще. И прям ты правильно сказала, такой сразу задел на будущее. Вообще, спасибо тебе большое. Очень жаль, что закончилась вот так история грустно. Да, безусловно. Хорошо, что ты остановила отца. Насколько дети тоже чувствуют тонкие миры, это вообще... Здравствуйте, Маруся и почётные представители самых загадочных слоёв нашего общества. Это, видимо, про любителей. Это про любителей true crime, наверное. Интересно. Почётные представители загадочных слоёв общества. Я хочу теперь такое описание в ВКонтакте. Очень интересно. Наверное, мы поймём дальше, про что это. История связана с самым страшным совпадением в моей жизни. Несколько лет назад я вместе со своей семьёй, будучи подростком, переехала в Новокузнецк. Это важно. Об этом городе я ничего толком не знала, но не переживала, так как переезды это нормально, потому что мои родители работают в одной компании и часто находятся в длительных командировках. А постоянно оставлять меня одну с бабушкой и дедушкой идея плохая. В общем, мы заехали в съёмную квартиру на Кузнецком проспекте. Тоже важно. Первую ночь я провела, распаковывая вещи и отрубилась очень быстро. Во вторую же ночь, менее уставшая, я спала не так крепко, как это обычно у меня бывает, и видела сны. Пересказ сна. Я проснулась в новой комнате. Ночь. Я повернулась спиной к стене и открыла себе обзор на всю спальню. Посередине стоял мужчина. В свитере с рубашкой и в джинсах. Также у него была практически лысая голова и усы. Какие именно тонкие, щёткоизвитые, я не запомнила. И опять же, меня во сне это никак не напугало, но здороваться с решившим посетить меня джентльменом я не стала. Диалог вспоминаю с трудом и процитировать не могу ничего. Скажу так. Он поздоровался, представился, каким именем не знаю. Сказал, что ему тут нужно собрать некоторые вещи. И начал рыться в моих неразобранных коробках молча. Взял какие-то книжки. Причём у меня не было книг в тех коробках. Сказал что-то вроде «скоро обо мне узнаешь». И ушёл. Сначала из моей комнаты, а потом и из нашей квартиры. Как я услышала. Всё это время я молчала и наблюдала за ним. Как только раздался хлопок дверью, я проснулась уже в действительности. Сон мне показался пристранным. Мне никогда такие не снились. Мои обыденные сны можно сравнить с осознанными. Я всегда действую, катаюсь чуть ли не по всему миру, там происходит экшен. А здесь я приняла пассивную позицию наблюдателя. В общем, несмотря на всю необычность ситуации, я быстро забыла сон, но вспомнила, когда спустя месяц, переехали мы летом, пошла в школу. Новые друзья быстро рассказали мне о городе, в том числе о его главном ужасе. Александр Списивцев. Серийный убийца, шизофреник и каннибал. 20 доказанных убийств. Собщницей была его мать, которая помогала ловить и закрывать в квартире жертв. Там мужчина и совершал свои зверства, насиловал и зашрённо пытал. Честно, я до сих пор не до конца верю в то, что это всё реальность. Склоняюсь к совпадениям, к юношескому максимализму. Человек из моего сна был подозрительно похож на этого маньяка. Кузнецкий проспект пересекается с Пионерским проспектом, на котором и находится дом, в котором были совершены убийства. И это скоро обо мне узнаешь. Мы уже съехали из этой квартиры, из Новокузнецка в принципе, но у меня в голове всё ещё стоят два изображения. Фотография маньяка и образ того мужчины из моего сна, который возник в моей голове ещё до того, как я узнала первым. Страшно иногда работает мозг, а может и не мозг. Ну, в связи с чем напрашивается вопрос? А специфцев, он уже, ну он умер или он сидит ещё? А сейчас секундочку, да, надо проверить этот момент. Давайте узнаем. Не, он жив? Жив. Просто пришёл во сне. Ну чё, а время для истории? На самом деле сейчас вот хотела очень сказать, для тех, кто может быть просто там не так хорошо шарит в российском true crime, то рассказываю, что Списевцев это маньяк, каннибал. Жуткий вообще, это просто, я когда, ну вот первый раз про него слушала, у меня был шок. Особенно шокирует момент с его матерью. Да, мать и сестра, это же вообще какой-то просто, блядь. Мама такая, ну я её типа в ведрах вынесла в реку, блядь, в реке утопила, пришла, полы помыла, блядь, нормально себе пошла дальше жить. Она скрывала его следы преступлений, заманивала девочек малолетних. Да, да, заманивала девочек, это вообще. И я просто к чему сказала? Я всё время, когда слушаю такие истории, я всё время думаю, да как же так, вот почему сообщницами часто становятся жёны или матери. Послушала несколько лекций, значит, рассказываю ревью. Ясно? Нет, нет, кстати. Психологи называют это индуцированным бредом, то есть у нас есть индуктор, это человек, который излучает вот эти бредовые идеи, а индуцированный бред, это бред, который распространяется на там домашних и чаще всего на там жён или матерей. И как это работает? Индуктором, человеком, который излучает вот эту бредовую идею, может быть человек, который пользуется каким-то авторитетом в семье, например. Он может всю жизнь был каким-то кормильцем, не знаю, бизнесменом и вообще таким, на которого все полагались. А тут он заболевает, начинает двигать какие-то бредовые идеи, и домочадцы не всегда могут быстро… То есть едва нормально? Да. Такие, ну да, наверное. И если на месте человека, который слушает этот бред, находится, например, женщина, которая в созависимых отношениях всегда была, у которой разрушена идентичность, которая себя вообще не видит без мужа или сына, то она может легко подхватить эту идею и начать её, ну как бы, считать правдивой. У неё отсутствует критика, как бы, получается, к этим идеям. То есть вообще отсутствует напрочь критическое мышление, и она вот, ну как бы… Да, то есть она действительно становится, ну как бы, ну как бы, наверное, это странно не звучало, но заложником ситуации. Да, и… но при этом индуцированный бред можно очень легко остановить, если ты разлучаешь вот эту женщину с индуктором, всё, типа, у неё сразу же появляется… Ну то есть есть какая-то вероятность, что мать Списьевцева понимает, что она, типа, немножечко это… Да, в моменте она могла этого не понимать. Не понимать, а сейчас вот… Ну не знаю, как, конечно, я не смотрела там её интервью, то есть я не могу утверждать, но, скорее всего, зачастую может случаться так, что женщина действительно потом может быть нормальным членом общества. Значит, в клуб, в котором я работала долгое время, ходил молодой человек на коляске, а он попал в аварию, у него не было ног. Мы, значит, новогодние праздники, мы стоим, курим в курилке, выходит моя коллега по церкви такая, Саша, ты чего танцевать не идёшь, там твоя любимая песня. А он что? Он сам так про себя шутил, понимаешь? Фух, а то я думала, понимаешь? Так и в 85% случаев люди, которые потеряли ноги, вот, ну, типа, ампутанты, проще с этим справляться. С юмором, да. Да, если ты относишься к этому с юмором, тебе действительно проще с этим справляться. Я брала у девушки интервью, которые выстрелили в голову, и она лишилась глаза. И у неё в описании в Инстаграме написано, я точно знаю, что такое в яблочках. И я просто думаю, боже. Это охуенно. Извините. И мне кажется, что мы, когда лично с ней разговаривали, она всё время про это шутила. Она такая, типа, не в бровь, а в глаз. Не в бровь, а в глаз. Я, мне кажется, смотрела в это видео. Скорее всего, потому что это очень большая, такая крупная была история. Ну, это про Дашу, которая, по-моему, молодой человеку я выстрелил, по-моему. Да, 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 да. Это вообще, по-моему, самое страшное. Вот она и той, которой... Отрубили руки. Отрубили руки, блядь. Это вообще пиздец. Извините, конечно, за мой французский. Я просто не знаю, каким другим словом это можно назвать. Моей маме хватило одного раза. Они один раз сильно поругались с отцом. Подрались, она собрала меня, собралась и ушла. И я прекрасно понимаю, что здесь зависимые отношения и всё остальное. У меня просто почему-то так сложилось, что впоследствии у меня там набралось какое-то количество девочек, знакомых, которые находились в отношениях, где был тотальный абьюз. И была ситуация, мы что-то сидели все отдыхали где-то у кого-то дома. Ну, сидели, просто вечер проводили все вместе. Вот. И в какой-то момент её молодой человек начал вот себя вести таким образом, что я не выдержала. Сказала, блядь, ещё одно слово. Я говорю, я тебя сама влеплю. Ты заебал. Говорю, это невыносимо. Я говорю, ты её просто кошмаришь ежедневно. И все друзья, которые сидели за зону, такие, ой, Моник, ты чё? Я такая, блядь, да ничего. Я говорю, может быть, она вам этого не пишет и вам этого не рассказывает. Я говорю, ну, блядь, здесь просто вот человек, человек хуелой. Я говорю, а вы все сидите, блядь, его поддерживаете. Я говорю, ну, какого хуя вообще? Что за бред? Куча и куча таких историй. Мне не хочется осуждать, конечно, таких женщин. И я их не осуждаю. Нет, ну, это не осуждение. Да. Скорее тебе просто, ну, тебе тяжело понять. Очень хочется что-то, очень хочется помочь как-то. Но я даже не знаю обычно, какие слова подобрать. По опыту скажу. Я одной своей знакомой, которая вот находилась в таких отношениях, ей раз дала совет, два дала совет, три дала совет. На четвертый раз я сказала, блядь, ну, либо ты берешь себя в руки, собираешься и уходишь, либо больше не пиши. Не обращайся ко мне за помощью. Я говорю, ты ее не принимаешь. Я говорю, если весь смысл нашего общения сводится к тому, что тебе надо поныть, хорошо. Окей. Но давай ты не будешь у меня спрашивать, что тебе делать. Потому что я тебе, может быть, четыре раза сказала, что тебе надо сделать. Ну вот, я там, у меня нет, похуй. Это все проблемы, которые решаются, ну, типа, после. Ты сейчас берешь себя в руки, сейчас собираешься, сейчас уходишь. А остальное, ну, дай бог, чтобы руки не отрубил. Знаешь, вот типа... Ой, да, пиздец, конечно. Это жесть. Я когда читала эту новость, это же вот было, типа, три года назад, что ли, четыре. Я когда читала эту новость, у меня просто не укладывалось в голове, она захотела от него уйти, и он отрубил ей руки. Да. А ты вот уже упомянула про твой круг, а мы все ходим как будто бы вокруг да около. Вообще хочется, конечно, спросить, как ты пришла в эту компанию Travesti Div, или ты про другую компанию, я тебя неправильно поняла. Скорее не про них, скорее вот про друзей и про знакомых. В Travesti я пришла почти восемь лет назад, в январе будет восемь лет. Восемь лет назад я начала смотреть RuPaul's Drag Race. Меня подсадили прям... Блин. Меня подсадили Вера с Глебом, скинь Дженни Роберт, тоже артист. Попрощаюсь в этом году, сколько я смотрела, тогда я только вышел седьмой сезон, я была, конечно, в восторге. Я такая, блядь, это что? А что так... А у нас тоже такое есть? Я на тот момент знала точно Уиллома, он из четвертого сезона. Я его знала, потому что я наткнулась на видос, где украсть Шейна Долсона. Это вот те времена, понимаешь? Я потом перешла на Уиллома у него, я тебе писала, что у него есть свое шоу на Ютубе. И я прекрасно знала, кто такая Монро. Travesti Diva Monroe — это дива с Украины. Это самая, наверное, вот самая их известная Travesti Diva. Класс. Она на телеке, вот она прям вообще-вообще-вообще-вообще она прям такая, ее светскую жизнь она ведет. Ага, ага. У нее у Монро был отдельный блог свой. Это вообще, ну, типа, для меня вот сейчас я вот, знаешь, типа, смотрю на это, оглядываюсь на это, ее куча передач, куда ее зовут. Она была у них, типа, на их званом ужине, она была на Зуряных яйцах. И ее все знают. Вот прям все. И я, ну, типа, соответственно, тоже очень много ее смотрел, у нее блог на Ютубе. И все. Ну, и, естественно, я знала Зазу, потому что это Заза. Потому что Зазу знает, блядь, даже мама моя. Мне кажется, даже если бабушку мою спросить, мне кажется, даже бабушка моя знает, кто такая Заза на поле. Потому что у Зазы тоже было что-то ток-шоу на телеке. А я вот про это не знала, хотя имя ее тоже. В 90-е, в каком-то вот чуть ли не федеральном канале, прям крутое ток-шоу классное. Вот. Ру Полдра Грейс «Искра безумия». Да, да. Я очень хорошо понимаю. Я не помню, как я вообще вышла на это шоу, но когда я посмотрела, я, конечно, была в восторге. Я просто ходила, и с тех пор я до сих пор всем говорю «Slay, work, sashay away». Я, наверное, еще, может быть, как-то идеализирую, но для меня это полное принятие. Ну, идеализируешь, да. Вот эта свобода выражения. Ну, для меня вот мне очень нравится вот эта сказка, которая у меня нарисовалась в голове. Меня пугает больше всего, что сейчас в Shorts очень много explosive content, где рассказывают про Drag Race, про то, как это вот все. На самом деле? Да. Ну, нельзя сказать, что про то, какая Ру Пол скотина. Камеры не работают, не надо со мной разговаривать. Ну, типа что-то такое. Просто я считаю, что у любой медали две стороны всегда. Что всегда есть те люди, которые там смотрят на Ру Пол, а есть люди, которые будут пытаться найти какие-то вот… А это, скорее всего, все не так просто, как они вот себе пытаются там написать. Можно сколько угодно долго искать там дыры червоточины для того, чтобы как-то загасить это. А можно восторгаться тому факту, что мальчик 17 лет, посмотрев вот на это, на все, решил стать травеститивой и нигде не будь там, где мы сейчас находимся. В целом у нас сейчас очень логичный подвод. Я уже увидела, как называется, следующая история. Привет, Маруся и ее прекрасный гость. Меня зовут Макс, и я бы хотел рассказать свою историю о том, как лучше даже парням смотреть его оба, чтобы не наткнуться на какого-то психа. Дело было в девятом классе, когда мне было 15. В это же время по школе начала распространяться информация, что я гей. К слову, это была правда. Но я на это особо внимания не обращала, чтобы не вызывать лишних подозрений и каких-то взглядов. Сам по себе я не общительный, но у меня был друг, почему он написал в кавычках, поймете немного позже. Он вообще не реагировал на эти слухи, так как знал обо мне все и до этого. В один день он позвал меня пойти в какие-то гаражи под предлогом попрыгать по ним и найти неприятности на задницу. Какое-то время я отказывался, так как чувствовал, что что-то тут не так. И лучше бы я не пошел, так как то, что творилось дальше, просто сломало меня на долгое время. Когда мы пришли в те гаражи, там стояли трое старшеклассников из нашей школы. Сразу же меня начали толкать, обзывать, рассказывать, что я какой-то чокнутый и вообще местный чудак. Впрочем, для меня это не было в новинку. Но заедала обида, что мой так называемый друг привел меня к ним. В один момент эти трое поставили меня на колени. В тот же момент мой друг говорит, развлекайтесь, ребята. После чего он уходит, а те трое начинают заставлять меня делать им минет. Когда я отказала, они начали угрожать мне, что вообще рак у меня поставит, после чего я попыталась убежать, но меня схватили. В итоге меня пустили по кругу. После всего еще два дня в школу я не ходил, мне было очень плохо. Когда пришел, эти четверо распустили слух, что типа это я их заставляла заняться круповым сексом. А когда они отказали, я предложил большую сумму и так их подкупил. Многие знали, что я из богатенькой семьи, так что в этот слух поверили абсолютно все. К счастью, до выпуска оставался месяц, после чего я уехала учиться в Канаду. Сейчас мне 26, и я уже 6 лет замужем. До сих пор в шоке, что нашелся человек, который принял меня с этой историей. Такой вот хэппи-энд получился. Но я буду надеяться, что зрители твоего канала после моей истории будут относиться к своей безопасности еще серьезнее. Спасибо, что прочитали мою историю. Мне кажется, на самом деле, было очень много деталей, как будто бы опущено. Мне кажется, что человек явно хотел сказать, как будто бы больше. Нет у тебя такого ощущения? Да, такое, да. Вот. И явно это было ужасно. То есть тут были упомянуты штуки, что это было уже не первый раз. Во-первых, это моя любимая рубрика «Дорогие натуралы». О, да. Я не понимаю, если честно, а типа как это работает? Упс, меня заставили, и все, снова ты натурал. И что, это, блядь, как у них работает? Вот ты не понимаешь. Вот ты не понимаешь. Прикинь, каково мне. Я не понимаю. Устец. Ну, то есть, значит, ну, вообще, в принципе, есть же что, есть такое понятие «Шкала Кингсли», которая определяет сексуальность. Да. Очень хочется верить, что, наверное, уже давно это опровергли, это уже давно не особо достоверная информация, но в эфире рубрика «Ужасная ханжа», я ее постоянно ведущая. Я считаю, что если ты хотя бы однажды в своей жизни попробовал однополый секс, ты больше не натурал. Все. И для меня это всегда было, ну, прям вот загадкой, потому что есть же очень много сервисов знакомств для геев, и там подозрительное количество натуралов, которые в профиле себе пишут, такие типа «Я хочу попробовать». Это уже не делает тебя натуралом. Ну, да-да-да. Все. Точнее, это делает тебя ненатуралом. Да. Ты же уже, вообще это называется типа «by curious», есть такое понятие. Но ты уже вот скорее «by curious», нежели, блядь, «straight», потому что что вообще за прикол такой? Это первое. Второе — это какие-то вот очень тюремные понятия, что его, получается, опустили. Я сталкивалась с буллингом в школе, но скорее, наверное, больше со словесным. Училась в школе «Бенгероя России». Не доходила до таких степеней, тем более, что я далеко жила от школы, и типа, знаешь, самая первая приходила, самая последняя уходила всегда. Из такого, вот что было, ну, снежками меня один раз закидали, был дело, и был мальчик, учился на класс старше меня. Я тогда, получается, училась уже в 10-м классе. И я баллотировалась в президенты школы. Ага. Ну, я такая. Да. Женщина-активист. Да. А чтобы ты понимала, на избирательных бюллетенях, а всё, ну, как выборы, блядь, настоящие, на избирательных бюллетенях писали, допустим, пидорасов к правлению нашей школы. Вот такое, да. Я узнал об этом случайно, потому что попал на его страничку ВКонтакте, а у него ВКонтакте, это, блядь, в фотографиях Зальто в альбом. Я такая, думаю, боже, какой интерес к моей персоне, ёптвою мать. Боже. Я такая, Шер, you haven't seen the last of me. Я уже. Гаснут огни, я типа центр сцены. Я просто выросла на сериале Гли, и вот у меня не было такой истории, как у Курта Хаммела. Я до 9-го класса сначала была такая вот слегка затюканная, забитая, а потом в 9-м классе ёбнул пубертат. Я в 10-й класс пришла уже такая, знаешь, ну давай, блядь, попробуй что-нибудь мне сказать и посмотрим, какие у этого будут последствия. Но всё равно на рожон никогда не лезло. И он, значит, учился на класс старше, и он меня ударил один раз, единственный, дал мне пинка. Но дал неаккуратно, так что у меня на ляхе сзади осталась вот такая гематома. Я, ну, как-то, видимо, неудачно переодевалась в дом, но папу увидел. Он такой, кто? Я говорю, я с лестницы упал. Такой, ну, точно, блядь. То есть ты мне, говорит, 10 лет, блядь, хочешь рассказывать, что тебя в школе третируют, а тут ты с лестницы упал. Ну, как зовут? Папа такой, ну, значит, пойдём типа разговаривать с их классным руководителем. А их классный руководитель наш химичка. А проблема в том, что приезжал всегда впритык к уроку, к первому. Но случилась ситуация получше. Мы поднимаемся на этаж, ну, стоит. Папа просто побеседовал. Там просто, ну, молодой человек, который, типа, знаешь, условно, там вдвое крупнее меня, такой бугай, которому, ну, коровский, блядь, вот, который считает, что ему всё можно. И для меня буллинг вообще в принципе всю жизнь был каким-то, блядь, вот, необъяснимым феноменом. Никогда этого не понимала. Ну, во-первых, это такой, знаешь, типа условный бэкграунд воспитания, потому что мне мама всю жизнь говорила, что есть такие люди, вот, есть ты, там, есть я, есть там Катька Тятяева, ля-ля-ля-ляева, блядь, они вот все разные. Мы все разные, мы все живём в социуме, нам необходимо жить друг с другом в социуме. Какие-то особенности других людей, это их особенности исключительно. И то, что мы не имеем никакого права над этим издеваться ни в коем случае. У меня никогда, вот, ну, я тебе клянусь, блядь, я 11 лет отучилась в школе, у меня был одноклассник, наверное, правильнее будет сказать, что у него было расстройство аутического спектра, очень вероятно, потому что он был безумно умный, но вот в определённых сферах у него очень хорошо было с математикой, но при этом, при всём, он был такой весь дёрганный, немного нет мира сего и всё остальное. И у меня, ну, естественно, там все над ним в классе пошучивали, но над ним всегда пошучивали по-доброму. Ну, то есть, условно, он, может быть, где-то сам под спутном понимал, что над ним прикалываются, и он постоянно какие-то вот ответочки кидал. А у меня, из-за того, что я всю жизнь был полным ребёнком, у меня только вот, только когда ёбнул пубертат, у меня там, я похудел, я весил, у меня сам маленький вес был 64 килограмма. Естественно, у меня не было никаких мальчаковых увлечений, чтобы ты понимала, я увлекаюсь, блядь, модой с 15 лет. До этого у меня, не сказать, что были какие-то прям вау, очень мальчаковые увлечения, я такая, да, футбольчик, мальчики прохожие мальчаков, блядь, ну что, вот так вообще просто, я была от этого максимально далека. Я занималась в театре, я любила читать, всё вот такое. И, естественно, это всегда повод для насмешек, постоянный. Потому что ты, типа, не похож на других. Да, потому что ты вот не часть мужской группы вот в классе. Самый приятный момент за все 11 лет обучения, это выпускной, когда ко мне на выпускной мальчик, который был максимальным подстрекателем на то, чтобы надо мной издевались, подошёл, передо мной извинился. Ты его простила? К тому моменту уже было похуй, знаешь, эти вот извинения были просто в лужу пёрнули. Он, блядь, сказал и сказал, спасибо, я тебя прощаю, если тебе легче с этим спать будет. Ну да. Так уж и быть. Это всё равно, что вот к Максу сейчас приехать в Канаду, блядь, они в четвёртом приятки, ну, прости нас. Да-да-да. Да пошли вы нахуй. Да пошли вы нахуй. Вообще, откуда вообще может родиться эти дети, блядь, самые злые сука, пиздюки на планете. Просто самые-самые злые люди. Не понимаю, не могу уложить себе это в голову. Да. Откуда вообще возникла мысль подобная? Да, что за... И друг тоже. И друг тоже, блядь. Странно, это страшно, но страшно по-другому. Да. У меня... Я никогда не забуду историю. Было же раньше очень популярно Тесак, естественно. Было вот это вот некое наследие Тесака, которое вообще всех без разбора гасили. У меня... Я попала в такую ситуацию. У меня было, да. Я вообще нигде об этом не говорила. О, божечки. Эксклюзив. Это было страшно, потому что я познакомился с мальчиком, по-моему, в Хорнете. Ну, что-то вот такое, где-то, блядь, на каком-то сайте знакомство. И он такой, типа, давай, типа, вот, сходим там, погуляем туда-сюда. Я такая, ну, давай. Он такой, я живу на Рокоссовской. Я такая, да, окей. Вообще без проблем. Вот он меня встретил в метро. Потом я уже поняла, что мы на самом деле не так далеко от метро отошли. Что мы, да, мы где-то вот по району прошлись, зашли в ближайший, блядь, темный переулок, за ближайший темный гараж. И он такой, ну, ты сейчас либо отдаешь мне все свои деньги и телефон, либо, говорит, я тебе отпизжу, еще тебе подкину наркотиков и как бы он достает какую-то липовую корочку, ну, потому что принимает меня за долбоеба, а не дает какую-то липовую корочку с ФСКН. Ну, я, естественно, дала ему телефон, последние 500 рублей из кошелька. Это было 23 февраля. У меня в паспорте 10 тысяч лежало. Ага. Он просто не знал. Я такая, вот это все, что у меня есть. Блядь, он вообще тупо сейчас будет. Он забрал у меня кошелек, достал с него социальную карту, отдал мне. Славин, ну, это чтобы ты хотя бы до дома мог доехать. Спасибо, блядь. Блядь, спасибо. Слушай, развязку, блядь, эту историю. Он меня до остановки, до трамвайной проводил, чтобы я смогла домой вернуться. Я, естественно, об этом не знают родители. Ну, типа, телефон я сказал, что просто потеряла. Он мне отдал симку из телефона. То есть, ну, вот, понимаешь, он отдал мне симку из телефона, карточку. У меня потом отшибло, блядь, год на полтора, наверное, знакомиться где-то, в принципе. Такая, думаю, блядь, я работаю в клубе, вот лучше, блядь, я в клубе буду знакомиться, и лучше я буду видеть, блядь, человека сразу визуально перед собой. Наверное, какие-то, блядь, высшие силы всё-таки спасли, блядь, от того, что с ним не было ещё там типа 20 человек, блядь. Самое стрёмное. Потом это началось повально. Об этом начали писать все паблики ЛГБТ-направленности. Это ужас. Что типа так знакомятся, приглашают и всё. С одним мальчиком ещё страшнее было. Там пиздец. Он поехал кому-то домой. Он зашёл, а там толпа. История настолько стрёмная со всех сторон, что его отпиздили, обобрали, чуть ли не голову выкинули на улицу. И он пришёл в полицию, ему никто не помог. Никто не стал этим заниматься, никто не стал искать виновных. Пока он там не обратился в какой-то суд российский, чуть ли не в Верховный суд, пока он не подал заявление в прокуратуру, никто не занялся этим делом. Потом, естественно, виновных нашли, наказали. Но наказали тоже, знаешь, так, какими-то, блядь, сроками, что ты просто слушаешь, читаешь новость, думаешь, ну ёб вашу мать. И потом всё равно это просто. И для меня доселе буллинг остаётся самой большой загадкой в мире. Для чего? У меня на районе есть друзья. Если вот нас в одну комнату посадили, никогда не скажут, что мы, ну типа, общаемся с этими людьми. Это прям вот районные пацаны, такие вот. Каждый раз одна и та же история. Ты вот где-то говоришь о том, что ты гей, а я не привыкла к тому, чтобы что-то скрывать от людей, с которыми общаюсь. Я не боюсь этого, меня это не пугает. Я вот такая, всё. Вы либо это жрёте, либо я встаю и ухожу. Всё. И естественно, типа была целая куча вопросов, всё остальное. И вот я выработала себе тактику. Я это объясняю всегда, знаешь, про ориентацию. Следующим образом. Вот я не люблю цветную капусту. А ты любишь цветную капусту? Люблю. Вот. Я же не заставляю тебя отказаться от цветной капусты? Нет. И ты меня не заставляешь её есть. Всё очень просто. Да. Так работает со всеми вещами в мире. Первое, что думают все натуралы, которым ты рассказываешь о том, что ты гей, это то, что ты вот так вот моментально находишься в зоне его покрытия 3G, ёб твою мать. Да, да, да. Мальчики, мы не всем интересны. Да. Sorry. Like, have a bit of humbleness in yourself. Ну, реально, блядь, ребят. Ну, нельзя сказать, что каждый из вас безумно красивый. Особенно это, блядь, касается натуралов, ребят, sorry. Ну, типа, если вам кто-то где-то когда-то сказал, что вы должны быть чуть красивее обезьяны, это неправда, блядь. Должны быть, ну, типа, хоть где-нибудь, чуть-чуть. А я это обычно, знаешь, вот слышу всегда от таких людей, от которых, ну, типа, я столько не выпью. Даже если захочу. Я вообще в таких количествах, вот, чтобы меня вот это привлекло, не, блядь, я в таких количествах алкоголь не потребляю. Какого, во-первых, мнения нужно быть о себе? Да, типа, блядь, я бог, блядь, Аполлон, меня мама вообще-то, между прочим, от Зевса родила, блядь, не вкусно. Знаешь, какая-то, да, какая-то такая история, блядь. Следующая история будет про сталкинг в интернете. О-о-о-о. Да. Но эту историю немножечко сократили, потому что у нас, ну, такая достаточно длинная была, с большим количеством деталей, чуть-чуть сократили, не обижайтесь, пожалуйста. Просто, чтобы легче было слушать. Доброго времени суток, Маруся и гость. А также все, кто остается за кадром. Я часто слушаю ваш подкаст, это помогает отвлечься и расслабиться. И вот я созрела для того, чтобы рассказать свою историю. Я бы хотела остаться анонимной для слушателей. Свой рассказ я назову так, «Люди-невидимки». Я бы хотела поведать вам немного жуткую историю, которая со мной случилась. Но чтобы моя реакция на события была понятна, придется сначала рассказать длинную предысторию. Итак, предыстория. Когда-то в одной из профессиональных групп я познакомилась с мужчиной. Назовем его Иван. Завязалась беседа в комментариях, затем перешли в личные сообщения. Никакого флирта, просто интересное дружеское общение. Иван был женат, я замужем. Тем не менее, мне было о чем с ним поговорить. Очень быстро наше общение стало весьма доверительным. Но я не представляла, что у человека могут быть такие тайны. Не могу раскрыть подробности, но то, что открыл мне Иван, шокировало меня и напугало так сильно, что я решила прекратить общение. Однако резко обрывать общение я опасалась. Он в короткие сроки по моим уклончивым ответам вычислил и мой город, и место работы, и даже все сведения о моем начальнике. Несмотря на то, что нас разделяли полторы тысячи километров, мне казалось, что если Иван рассердится на меня, его не остановит расстояние. Наконец, мы поссорились. Он пытался меня газлайтить, и я по-настоящему взбесилась, так что на эмоциях я просто перестала его бояться. После ссоры я заблокировала его во всех соцсетях. Однако через полгода Иван снова о себе напомнил. Написал мне на мейл, но я была непреклонна. Прошло еще полгода, Иван снова мне написал на мою фейковую страницу ВК. Я ответила вижливо, но непреклонно. Теперь, собственно, сама история. Прошло еще пара месяцев. Ко мне в ВК попытался добавиться непонятный человек с аватаркой рыцаря, явный фейк. Я отклонила. Тогда он написал мне сообщение что-то типа «Как ты прекрасна!» и все такое. Я не была уверена, что это Иван, но меня в принципе взбесило, что человек с левой страницы пишет пошлые комплименты и на что-то надеется. Я нахамила и его заблокировала. Буквально через несколько минут мне пишет человек уже с другой, новой страницы, но с той же фотографией рыцаря. Что-то типа «Эй, я не договорил!» Но я его снова заблокировала. Больше в тот день мне никто не писал. Прошло буквально дня 4 и в Инстаграм ко мне постучался странный человек, некий Олег. Он не был обычным фейком. Его страница была создана очень давно, что-то прям лет 8 назад. Но там не было его личных фотографий, хотя и было немного фотографий близких людей, домашних питомцев. Поэтому я решила, что страница настоящая. Я спросила Олега, что ему от меня нужно, ведь я замужем. Олег сказал, что просто так знакомится. Он общительный человек и любит заводить друзей. Я не поверила в это, но общение обрывать не стала. У меня были подозрения, что Олег знает обо мне больше, чем хочет показать. Я решила пообщаться, чтобы потихоньку это выяснить. Странности в общении с Олегом начались сразу. Я назвала имя «Не свое». И он очень удивился, в связи с чем у меня создалось впечатление, что человек знает мое настоящее имя. Такой тип, как тебя зовут? Света. Ты уверена? Ну да. Жуть. Ваши мурашки по спине. Дальше я намеренно говорила о себе противоречивые факты. Другое место работы, возраст, образование. И Олег всякий раз удивлялся. Я все больше убеждалась, что он меня знает. У меня был только один подозреваемый. Иван. Однажды я написала Олегу «Общаемся как друзья, а лица твоего я так и не видела. Пришли мне фото». Он долго отмалчивался, словно раздумывала, потом ответил «Еще не время». После этого сообщения я поняла, что большего мне не добиться. Иван это или нет, он явно не хочет раскрывать свою личность. Решив на всякий случай ему не хамить, я написала «Извини, но я тебя очень боюсь. Ты можешь быть кем угодно. Такое общение меня не устраивает». И заблокировала этого человека. На следующий день, когда я была на работе, мне написала незнакомая женщина. Оказалось, что это знакомая Ивана. Он попросил ее со мной связаться. У меня на душе просто похолодело. Когда же он меня уже оставит в покое? Что мне нужно сделать? Куда спрятаться? Буквально через полчаса ко мне в кабинет постучал охранник и попросил выйти на вахту. Честно, я очень испугалась. Я подумала, что это Иван пришел ко мне на работу. И если это так, то человек просто невменяемый. Зачем меня преследовать? Каково было мое удивление, когда у вахты я никого не обнаружила. Не было никакого Ивана. Забегая вперед, скажу, он тут вообще был ни при чем. Женщина, написавшая мне полчаса назад по его просьбе, это просто совпадение. Я с удивлением уставилась на охранника. Может, я его не так поняла. И вдруг охранник мне говорит, что это он хотел со мной поговорить. Ведь это он писал мне в инстаграм. Плохо помню его слова. Рассудок выхватил фразу. Когда ты попросила прислать фото, это был вечер. Я был здесь. Хотел сходить в твой кабинет и сфоткать твою любимую кружку. Я ушла... Вообще жесть. Ух уж этот романтик. Я ушла снова в кабинет, не дослушав его. Мне было просто плохо. Наконец, я решила выйти. Отдавая ему ключ, я нашла в себе силы поблагодарить его за смелость рассказать мне обо всем. Он схватил меня за руку и чуть ли не плача начал уговаривать меня никому ничего не рассказывать, особенно его матери. Это небольшое происшествие потеряло меня очень сильно. Я даже начала кричать по ночам. Мне мерещилось, что рядом кто-то чужой. Я перестала себя чувствовать в безопасности. Я старалась быть сильной, старалась быть понимающей. Хотела даже ему помочь. Может, он просто одинок и не умел общаться. Я разрешила ему открыто заходить ко мне в кабинет, например, во время обеда, если он уж так хочет общаться. Как вы думаете, он приходил? Нет. Такой формат общения ему был не нужен. Периодически он писал мне в интернете, вел себя по-разному, иногда хамил. В конце концов, я уволилась из этой организации по другим причинам, но Олег от меня не отстал. Я решила его просто игнорировать, не отвечая ни слова. И тогда Олега проживало. Он начал писать мне такую грязь, так поливать меня самыми мерзкими словами. Это было отвратительно. Однажды в крупном магазине я встретила мать Олега. Она была очень рада меня видеть. Мы поболтали о том, о семе, и она сказала, что здесь с сыном. Я похолодела. Вдруг к ней подошел незнакомый мужчина и назвал мамой. И это был не Олег. Меня снова бомбануло с новой силой. А что, если Олег совсем не ее сын, вообще не Олег? Господи. Слишком много переменных в этом уравнении. Спустя время Олег снова о себе напомнил. Он перешел к угрозам и словесно зацепил мою дочь. Вот тут я уже не смогла просто стерпеть. У кого есть дети, поймут меня. И тут я вспомнила слова Олега. Пожалуйста, не говори ничего моей маме. Среди бывших коллег я нашла номер этой женщины и позвонила ей. Начала издалека. Спросила, есть ли у нее сын Олег. К счастью, она подтвердила эту информацию. Аккуратно я рассказала ей обо всем. Женщина очень переживала. Чувствовала, что ей невероятно стыдно за поведение сына. Через час она позвонила мне и сказала, что поговорила с Олегом. Он утверждал ей, что мы с ним прекрасно общались и что он не понимает, что на меня нашло и чего это я так взбесилась. Но, к счастью, мать не поверила Олегу. Она обещала, что с ним еще и старший брат поговорит по-мужски. Женщина просила не ходить в полицию и обещала, что больше меня Олег не побеспокоит. И вот уже год я действительно ничего о нем не слышу. Все улеглось, но я ни на минуту не забываю, что вокруг есть люди-невидимки. Те, кого мы привыкли, не замечать. Охранники, уборщики, няни, просто прохожие, тихие соседи, лиц которых мы не запоминаем. Таких людей много. Они все видят и все замечают. Я не считаю, что он единственный, кто мог так поступить. Да, так поступил именно он, но могут очень многие. Не забывайте о людях-невидимках. Пахнуло Шерлоком, конечно, немного. Да, да, да. Первой серии. Такой, раз. Блин. Кто самый незаметный человек? Таксист. Ох. Это, конечно, просто, я не знаю. Для меня это вот есть девочка тоже, которую я тоже смотрю. У нее ник VNNV. Анна, да, да. И ее Аня зовут. Очень жаль, что она перестала снимать видос. Мне она очень нравилась, прям колоссально. И у нее вот про сталкинг очень много, потому что она сама пережила это. Я не знаю, это прям какой-то ужас. Особенно, знаешь, моменты, типа, я не договорила. Да, 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 да. Да, вообще пиздец. С другого, с фейка. Бля, это просто какой-то ужас. На самом деле, вот, интернет, конечно, очень сильно, ну, изменил коммуникацию. Ну, безусловно, конечно. Да, и получается так, что для, наверное, людей, у которых нет социофобии, тебе, наверное, не хватает в общении через, там, переписку какую-то, интонаций, не знаю, каких-то, ну, мимических, да, движений, по которым ты считываешь невербальные посылы, которые тебе человек дает. Но люди с социофобией, они как раз, для них это плюс. Да, потому что им проще выстраивать коммуникацию. Там, где будет не видно посыла. Это для меня, в принципе, вот, как бы, сталкинг в интернете, когда, блядь, читаю или слушаю про эту историю, меня аж в дрожь бросает, потому что это такая, вот, это, во-первых, ощущение полной неизвестности, особенно, когда это, знаешь, прям вот с какого-то дипфейка пишут максимально, где-то не фоток, ничего, и ты не можешь узнать. Я просто считаю это какой-то, типа, нормой вежливости, что ты, если хочешь по словам с человеком, ты должен, типа, должна быть визуальная составляющая. Твоя фотография, да. Должна быть твоя фотография. Настоящая информация. Да. Хотя бы какая-то. Да. Может быть, хотя бы имя. У меня любимое. Я знакомлюсь на Довинчике, потому что у меня, напоминаю, у меня не отличная жизнь, я очень одинокая. Call me. И у меня любимое, когда у человека в профиле написано одно имя, а я знакомлюсь в телеге. Написано одно имя, ты нажимаешь на профиль, а там другое имя. Я пишу, так Сережа или Саша? Как обращаться-то? Ну, вообще, Сережа. Ну, обычно пишу, что Саша. Я такая думаю, пиздец, где вообще причинно-средственная связь в этом вот, в том, что ты сейчас написал. Я вообще Кирилл, но все зовут меня Антон. Не, одно дело, когда люди, знаешь, есть те, кому не нравится, как их назвали, а в остальных случаях, ну, типа, why? Люди, когда не нравится, как их назвали, они не используют нигде свой, типа, government name для того, чтобы какие-то ники сделать или все остальное. Еще по поводу интернета, короче, читала исследования. Есть прям такое какое-то убеждение, что с интернетом мы стали жить более социальной жизнью, мы стали более... На самом деле нет. Да, да, да. Абсолютно. Это абсолютно асоциальная жизнь. Было проведено исследование, там очень большая выборка людей была. Вопрос был один. Чувствуете ли вы себя одинокими? И было две группы с большим показателем ответов да на этот вопрос. Во-первых, это были пожилые люди, там 25% ответили утвердительно. Ну, тут как бы понятно. Грустно. Да. Грустно, но понятно. Да. Но еще очень большая группа, которая отвечала да на вопрос, чувствуете ли вы себя одинокими, это 16-24 группа. А это же как раз люди, которые больше всего активны в интернете. пользователи интернета. Вроде как это связано с тем, что там люди уезжают в другие города учиться, ну, как-то отдаляются от родителей, от своего бывшего круга, там, общения, ну, в школе, например, да, у них еще, может быть, не появился новый социум, ну, какая-то компания, друзья новые, и им кажется, что в интернете они как бы закрывают эти свои нужды, но на самом деле это все иллюзия, вот, поэтому, в общем, я к чему, если вдруг у вас есть какая-нибудь подружка, с которой вы не можете встретиться уже годы какие-то, то напишите ей после этого подкаста и встретитесь наконец. А лучше созвонитесь. Да. То есть, ну, если прям нет совсем возможности встретиться. Ну да, да. Стив Джобс забрал FaceTime. Да-да-да-да-да. Спасибо большое. Поэтому, прям вот позвоните по видео. Не сделала интернет нас более социальными, не может нас сделать более социальными. Мне кажется, это вообще породило, блин, новое поколение хиканов. Интровертов. Жестких прям, которые такие, нет, спасибо, я посижу дома, посмотрю сериал. Давайте в зуме. Я, во-первых, экстраверт. Просто, ну, ладно, я чаще называю себя амбивертом, потому что, ну, бывает такое, что ты, бывает настроение, когда ты прям устал и ты вот хочешь, я называю это села социальная батарейка полностью. У меня такое после вот выходных. Ты говоришь, нет личной жизни, не знаю, не заметила. С какие-то незнакомые номера. После выходных работаешь, когда вот у меня воскресенье, это мой святой день, я посвящаю его максимально себе. Я очень часто даже на телефон, не просто на звонки, а даже на сообщения не отвечаю, отвечаю только вот в понедельник утром, когда просплюсь. Так как сейчас очень много хожу по собеседованиям, ненавижу формат вот собеседования по зуму. Не могу, меня прям бесит. Бесит, бесит собеседование по зуму. Бесило вот в зая вести тренинги онлайн. Не могу. Не могу, не понимаю, не могу понять, потому что, во-первых, это очень... Они еще все с выключенной, наверное, камерой, ты не понимаешь вообще ничего. Мало того, что ты не понимаешь, ты вот непонятно, кому вещаешь. А есть ли какой-то отклик? Нету, из-за того, что нету живого общения? Нету момента живой коммуникации. Ты начинаешь подспудно думать о том, что тебя, наверное, не слушают. И это вот больше всего, наверное, убивает интерес к любой, мне кажется, работе абсолютно. Из того, что меня поразило, у нас был тренинг, есть бренд Марк Бакстон. Его вел вот прям Марк Бакстон. Я, получается, могу сказать, что я знакома с Марком Бакстоном. он охеренный чувак, просто, он вот прям вот он художник, максимально лысый, такой прям, знаешь, он очень погружен в парфюмерное искусство, и у него поэтому вот это там в линии 8, что ли, 10 ароматов, и они все вот связаны с какой-то историей из его жизни. Классно. И его было слушать колоссально интересно. Но и нам всем сказали, что Марку необходимо будет на вас смотреть. Мне кажется, что это правда. У меня, конечно, не такого уровня пример, но мы с подругами созваниваемся раз в месяц, у нас, типа, есть небольшой такой книжный клуб, и мы рассказываем про свои книги, прочитанные, у нас не характерный книжный клуб, мы не читаем что-то одно и обсуждаем одно и то же. Типа каждый свое читает, а потом рассказывает. Что ты прочитала последнее? Я начала читать Макса Фрая. Я очень давно слушала, слышала, вернее, это имя, и я думала, сейчас возможно, я открою тебе глаза, а может быть нет, и ты уже все знала. В общем, я слышала Макс Фрая, Макс Фрая, думаю, боже, наверное, какой-то иностранец, наверное, какой-то вот, не знаю. Он иностранец, он русский. Я начинаю читать книгу, жалобная книга. Зовут очень интересный, но дело происходит в Москве. И я такая, подождите. Короче, выясняется, что Макс Фрая, это вообще псевдоним творческий, творческого дуэта. А сейчас это вообще одна женщина. Это женщина. Из-за Светлана. Блин, как клёво. Да, прикинь. Вот, но просто... Я, честно скажу, ничего не читала, но очень много слышала. Во-во-во, то же самое. Но вроде как, насколько я поняла, была первая, как серия книг, это мне просто уже в комментариях писали, потому что я в Телеграме такая, подождите, подождите. Wait a second. Мне сказали... Who are you? Да. Реально. И я, короче, такая, вот, типа, как так? И мне написали, что была серия книг, где главным героем был Макс Фрай, и, в общем, так и родился в Севдониме. А, прикольно. Так теперь стало понятнее. Получается, Дарья Данцова это сразу несколько людей, даже мужчина. Может быть, кто знает. Иван Подушки. Шутки шутками. Я очень много Данцовой прочитал в своё время. Ну, для меня это всю жизнь было дачное чтиво. Да. Когда приезжаешь на дачу, какая нахрен классика, которую задали читать в школе, и у меня целый шкаф Данцовой, и я лучше вот... Жена моего мужа, например, знаешь, условно. Да. Последнее, вот, что я сейчас читаю, это Сильвия Платт под стеклянным клопаком. Расскажи. Это роман у писательницы. Многие называют его автобиографическим. Сильвия Платт вообще, в принципе, поэтесса была, но вот она написала роман, покончила с собой. Ой. Да. Там очень тяжёлая история, у неё были очень жёсткие депрессивные эпизоды, и говорят, что это прям вот такая, что роман-исповедь, автобиографический, чуть ли не автобиографический, что вот... Он у меня очень тяжело идёт. У неё, не сказать, что сложный слог, она достаточно просто написана, как большая часть американской литературы, но спасибо большое локализаторам, всегда присутствует вот этот красное словцо. Ну, из-за того, что русский язык богатый на эпитеты, вот тяжелее становится читать. То есть я понимаю, что если бы я, условно, открыла в оригинале, бы читала, мне, наверное, было бы проще, потому что английский, он очень такой, ну, типа, условно, директивный язык, там повествование всегда очень ровное, здесь тебе вот перебросы. Я пока только в самом начале, но я давно, да, очень давно хотел посчитать, причем смешно, после того, как в какой-то серии Симпсонов услышала. Ничего себе! Я бы обожаю уже Симпсонов, Тураму, Гриффинов. Да, люблю-люблю помойные мультики. Такое вот у меня хобби. И что мне сделаете? В какой-то серии Симпсонов услышала про Сильву Иплату, а это вообще-то американская классика. Да, ну, она вот считается прям, ее проходит в школе, то есть это прям классическая литература. Я решила, что-то необходимо восполнить. Еще меня очень много заставило прочитать одно замечательное YouTube-шоу. Так. Женечка Калинкин. Если ты смотришь, я скучаю. Мы познакомились на концерте Чарли ХСИХ с ним. У этого есть вообще замечательная история. Ну, расскажи, конечно, мы тут все его обожаем. Я была единственной травести дивой. И Касьян тоже очень любит. Касьян, ты вообще сердечки. Я была единственной травести дивой, которую не позвали выступать на концерте Чарли ХСИХ. Какие сволочи? Причина основная была в том, что я не была на тот момент частью того дома, который позвали. Я потом очень сильно обиделась на своих знакомых и на друзей, потому что все прекрасно знали, что Чарли ХСИХ моя любимая певица. А мне девочка, которая ходила на шоу, подарила билет на день рождения. Вот. Я приняла для себя решение, что, сука, если я не буду на сцене, я буду в зале, в женском, и что вы мне сделаете? Я встречаю сначала Женю Мельковского. У меня есть с ним смешная фотография, я пришлю тебе потом, она где-то валяется. У меня есть с ним смешная фотография, где я держу его на ладошке. Ну, потому что я, извините, я на каблуках метр девяносто, и вот, ну, и Женя Мельковский. И есть фотография с Калинкиным, которого я встретила случайно в гардеробе. А я фанат Косметан ТВ. Ужасная. Я смотрела все видео с самого вот основания. И для меня это был какой-то момент такой, знаешь, типа условный Starstruck, потому что я все, ааа, боже, это Женя Калинкин. И, значит, сфотографировала, все, приехала домой. И мне в Инстаграме приходит уведомление от Калинкина. И я такая, что, блядь, происходит? Я открываю видео, Калинкин записывает мне видос, где говорит, какого хуя ты не выложила со мной фотографию? Такой, если ты думала, что мы тебя не найдем, мы тебя, блядь, нашли. И я такая, что? Ну и потом как-то впоследствии из-за того, что я знаю Иру Чеснокову, вот, тоже близко с ней общаюсь, я была в Мяубаре на самом, на открытии, и получилось так, что я приехала после своего шоу на открытие Мяубара, я была в женском. У меня увидела Калинкин и сказала, о, это же ты. Я такая, да, это я. И мы как бы вот, понимаешь, когда они сделали «Чтобы мне поделать, только бы не почитать», это стало моим самым любимым, вот, одним из самых любимых шоу на Ютубе. Оно, во-первых, оно безумно смешное, я, ну, блядь, потому что это Калинкин с Касьяной, там такое уникальное чувство юмора. Это, во-первых, безумно комфортное, это вот, типа, моё комфортное, вот, если мне нужно погрузить себя в какую-то зону комфорта, я, да, вот, смотрю. Привет, Маруся и её таинственные гости, гости, а может, гости. Смотрю тебя... Получается. They, them. Гости. Смотрю тебя не так давно и черничные подкасты мне полюбились не сразу, но сейчас я сутками переслушиваю твои подкасты. Когда работаю, рисую, ложусь спать. Кстати, перед сном успокаивает. История произошла буквально пару часов назад, поэтому я пишу это и нервно поглядываю на занавешенное блокаут с шторой окно и ощущаю неприятное напряжение. Я твоя землячка, частично. Дело происходит в Нижегородской области, в маленьком посёлке на 2000 человек и на ещё более маленьком пересечении двух улиц. Население около 100 человек. Улицы располагаются буквой Т, где длинная палочка одна улица, а шляпка буквы другая. Вот я и живу на краю этой шляпки. Слева, в 100 метрах от дома, находится бетонный забор гудящего завода. Спереди мы можем видеть огород соседей, огороженный от нас земляной дорогой, а затем высокой травой. Ну а за нашим огородом располагается бескрайний лес. У нас забор стоит лишь между соседями, что находится справа. Двор обрамлён яблонями, той же травой и кустами. Хорошо описано, можно прям представить, всё с каких сторон. Это я объясняю... Лев Николаевич Толстой прямо вот где-то сейчас гордится автором. Это я объясняю для понимания, как всё выглядело. Так вот, к истории. Пятница вечер, мама отмечает окончание рабочей недели баночкой пива. Отец спит в дальней комнате на часах половины девятого. Мы с мамой решили сходить в магазин, находящийся в километре от нас, и до которого есть одна дорога через эту длинную улицу. Обходных путей просто нет, если только, конечно, не проходить завод и лес, но смысла в этом нет. Мы вышли из дома, мама курит на крыльце, я наглаживаю котов. Затем мама тушит сигарету и заявляет «Всё, пойдём». Она прошла метров шесть, пока я заканчивала сеанс тискания своих котиков. Затем я обернулась и побежала за ней, что-то выкрикнув. Мы были на середине нашего ничем не огороженного двора, как вдруг она поворачивается ко мне, вытягивает руку и громким шепотом говорит «На землю». Там мужик с ружьём. Я человек простой, сказали «На землю», значит «на землю». Я присела, закрыв голову в траве, стала высматривать этого мужика. Меня бьёт крупная дрожь. Я замечаю вдали под фонарём лысую макушку в камуфляжном костюме. Тоже лежит. Как потом сказала мама, перед тем, как я его заметила, он встал из травы, перезарядил ружьё и снова лёг. Страшно. Мы были в крайне беззащитном положении, ведь прицелиться в нас не составляло труда. Но уроках ОБЖ нам не говорили, что делать в таких ситуациях. Говорили лишь о развратном западе и женщинах-провогаторшах. Через минуту... Всё в одном лице. Развратный запад и женщина-провогаторша. Через минуту мама сказала идти к дому. Я на корточках побежала к крыльцу и только хотела открывать входную дверь, как меня одёрнули и шикнули. Тихо. Я спряталась на крыльце вся дрожа. Естественно, как типичная зумерка в шуточной форме написала об этом в свой телеграм-канал. Моя. Чтобы если уж пристрелили, мои друзья знали об этом и смогли сделать из этого мем. Лучше. So far. Пару минут в ожидании на крыльце мама сказала, мол, мужик ушёл, пересекла двор и вышла на дорогу. Со страха я послала её на три весёлые буквы и сказала, что никуда не пойду. Но после её небрежнего да несытой всё-таки вышла из-за курыте. Было за маму страшно, нечего ей одну и дочь уходить. Когда мы прошли поворот к длинной улице, мы додумались, что может это прораб наших соседей, огород которых был виден из окна, выходящего во двор. Точно, подумала я. Они же там дом перестраивают. Наверное, один из работников решил опустошить ружьё. Мама позвонила той соседке и дальше я могу слышать. Алло, да, привет. Мы тут вышли в магазин, а вот за вашим огородом мужик лежит в траве с ружьём. Я уж думала, голюны, но дочь тоже видела. Это один из ваших? Нет. Мама положила трубку. Ага, понятно. В ночи практически на нашем дворе лежит какой-то человек с ружьём. Понятно. Ситуация всю. Мы перебирали всех соседей, но, чёрт возьми, это был точно не кто-то из них. Со всеми мы не были лично знакомы, но по именам и лицам знали. А лысого, да ещё и с вытянутым лицом не могли узнать, да что он делал в кустах у завода. Сезон охоты начинается через две недели, да и если стреляют уток, то в километрах двух от нашего дома в том самом лесу. Возвращаясь из магазина, я держала палец над кнопкой SOS. Вряд ли я успею нажать, если в меня пальнут, но всё-таки. Мы подошли к повороту и дальше мама сделала широкий разворот, девушки поймут, освещая пространство перед собой фонариком телефона. Я шла сзади. Когда мы подошли ко двору, мы спрятались за машиной и мама прошептала «Беги». Я полусогнувшись рванула крыльцу, бросила пакет с продуктами на кухне и затаилась в комнате. Мама с фонариком ещё несколько минут изучала местность и, повернувшись, сообщила, что трава помята и на ней лежат гильзы. Но куда-то ушёл мужик. Дорога была только одна, по которой шли мы. И вряд ли он шёл за нами до конца длинной улицы, ибо мы бы его точно увидели, обе были на взводе. Если идти вперёд, то там заросли огороды, назад дорога в лес, а именно по этой дороге в лес никто не ходит. Обзвонили всех соседей, закрыли двери и окна. Как сказала соседка, может быть, это был наш относительно новый сосед через три дома от нас, живший в доме покойной бабушки. Я её узнала лично, которую нашли мёртвые через три дня после смерти, разложившуюся и впитавшуюся в кресло. Сосед этот новый пьяница, бьёт жену, постоянно устраивает какие-то разборки в нашем относительно тихом месте. Был ли это он? Непонятно, но через пару часов полицейские светили фонариками по кустам, а затем на всю улицу раздался собачий лай и крики того самого соседа. Хотя лысая макушка в траве не была похожа на этого соседа. Да и не лысый был тот сосед. Меня в этом всём напрягает один момент. Почему собаки не залаяли? Если кто-то чужой приходил к нам с улицы, собаки всегда лаяли как обезумевшие, а тут тишина. Ну, естественно, кого там отстреливал этот мужик в траве за огородами, главный вопрос. Выстрелов, кстати, мы ни до, ни после похода в магазин не слышали. Но ружьё он перезаряжал, это точно. Будут ли какие-то выводы, не могу сказать. Делайте их сами. Я хотела лишь поделиться тем, что меня действительно напугало. Не каждый день увидишь такого охотника в ночи, почти в твоём дворе. Кстати, пока я лежала на земле, в моей голове крутились две мысли. Что делать, если он сделает выстрел в маму? Как быстро приедет скорая? Успею ли я её вызвать? И ха-ха-ха, будет история для черничного подкаста, если спасусь. Если. Если. Для себя я сделала такой вывод. Надо поставить забор. Огромный. Спасибо за прочтение истории. Мне надо было как-то переварить эту ситуацию, ибо я в ахуе. Желаю удачи тебе, Маруся, и гостю. Бич сейм. Надеюсь, что подкаст пройдёт удачно. Люблю. Жуть. Слушай, меня вообще, в принципе, всегда пугают участки, которые никак не огорожены. Вы что, не боитесь ничего? Залезу ты, хуй бы с ним, господи, подумаешь, хуйня какая. Нет, ну если это какой-нибудь СНТ... У меня учительница по биологии рассказывала, она жила в Плесецке, посреди тайги, блядь, город, рядом с космодромом. Она рассказывала, частный дом, вот так вот, вот дом, и вот тайга. Она рассказывала, как медведя с гущенкой кормила. Ну да, у меня мама, получается, жила в Гремихе. Сейчас, по-моему, даже города с таким названием нет. Это как-то называется, типа, набором цифр. Набором цифр. Там просто, единственное, что было, это казарма военная, школа, по-моему. Короче, там три здания было. И там, понятно, всё супер было по животности. Очень много было животных, домашних, диких. Ух! Возвращаясь к истории, которую нам писали, блин, очень хочется какого-то продолжения, может быть. Да. Но уже время какое-то прошло, выяснилось в итоге, кто этот был, мужик с ружьём или нет. Если вдруг, то... Расскажите, мне теперь всё, блядь, интрига. Да. Что, чем закончилось-то? Был мужик с ружьём? А был ли мальчик? Да, да, да. Был мужик с ружьём-то? Или что, или где? Или кто это был? Потому что есть, конечно, предположение, что, мало ли, призрак, не призрак. Ещё что-нибудь какое-нибудь такое. Ещё вся эта дополнительная мини-история про соседку. Да, да, что там соседка умерла, которую нашли только, блин, на третий день. Жесть вообще. Вот это тоже ужас. Тоже есть история. У меня знакомые снимали квартиру и жили на седьмом этаже. И над ними была квартира, в которой жила бабульчика какая-то прям великовозрастная. Ноа была очень-очень-очень одинокая. Так вот, они узнали, что бабульчика умерла, когда у них мухи с потолка полезли. Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что умерла, она прям вот, ну, типа, то ли на кухне её удар схватил, что-то такое. У меня, если бы такая ситуация произошла, я бы просто, меня бы всю, блядь, перетрясло. Я вот, клянусь тебе, это самое большое, вот самый, наверное, большой мой страх. Да, это страшно. У меня нету как такового страха смерти. Я прекрасно понимаю, что жизнь конечна. Но вот сам процесс, он прям журкий для меня, максимальный. Потому что, ну, то ли из-за того, что я мало сталкивалась, слава богу, наверное, блядь, что я мало сталкивалась с подобным. Хотя я выросла на районе, где был маньяк. И ты молчишь. Я выросла в Орехово, Борисово-Северном. Опа. Да. Я учился в шестом, по-моему, классе. Был. Ага. Это был пиздец, честно говоря, потому что это была зима, прям глубокая, что-то январь, или вот, ну, конец декабря, такое прям время, когда реально, блядь, рано темнеет, когда ты, типа, в пять вечера со школы возвращаешься, а там всё, пиздец, там, ну, как бы, блядь, уже всё. Глаз выкали. Преимущественно на девочках, но стрёмно, просто стрёмно, то есть я просто очень хорошо помню этот момент, что ввели комендантский час в районе, что всё, после восьми вечера нам было прям вот под страхом смертной казни, блядь, запрещено выходить на улицу. В какой-то момент родителей попросили начать приходить, забирать со школы, те, кто мог приходить, забирать со школы. Но в целом вот общая такая вот напряжённая остановка, обстановка битцовского маньяка я очень хорошо помню. Ну, хотя вроде бы не должна, потому что не мой район, но это рядом. По новостям говорили. По новостям это юг, всё равно, это южный округ, ты всё равно, типа, так или иначе, ты знаешь. Жуть, жуть, прям не могу. То, что я недавно где-то услышал, что битцовский маньяк, он собака, блядь, оставлял прям паспорт на трупе, что вот человек убивал, блядь, для удовольствия, страшно вслух это произносить, человеку реально убивал для удовольствия. Да. У них не грабил, ничего, просто доставал паспорт, сверху клал, чтобы было проще опознать. Ужас. Да, он вообще, по-моему, как будто бы игрался вообще. Да, да, есть такое, есть такое впечатление. Привет, Маруся. Надеюсь, вы заметите мою историю. Хотела бы сразу поблагодарить за то, что ты делаешь. Спасибо большое. Твои видео, особенно подкасты, запали мне в сердечко. История будет из ряда мистических, имена будут изменены. Стоял холодный зимний вечер. Обычно в такое время года наша компания собиралась на квартирах, а если ее не было, то нам ничего не оставалось, как сидеть в подъездах. Это, по крайней мере, намного лучше, чем мертвы на улице. Моя сестра Алина и еще пару подружек решили выпить. Пили они не самый хороший алкоголь, что-то наподобие блейзера, а я решила отказаться и просто присматривать. После того, как все уже были под воздействием алкоголя, принимается решение выйти на улицу и встретиться с остальной частью компании. На тот момент моя сестра уже была не в состоянии ходить сама, и двое подруг держали ее по бокам. Я. Просто настроение. Да. Прошлое воскресенье, которое уже не в состоянии была ходить сама, ее держали по бокам. Встретив остальных, мы зашли в подъезд и расселись по ступенькам. В какой-то момент Алина резко встает и убегает на пару этажей выше. Бежав за ней, мы увидели, как она лежит на лестничном пролете. Подняв мою сестру и положив голову на коленки, мы начали приводить ее в сознание. Через некоторое время Алина начинает трясти, и она отключается. После пары минут конвульсий она приходит в сознание, но со словами я вижу свою бабушку. Ее бабушка умерла, когда Алине было пять или шесть. И после сказанных слов отключается. В это время я и моя подруга побежали искать кого-то, кто мог бы дать нашатырь. Спустившись обратно к сестре, мы попытались прощупать ее пульс, которого, как нам казалось, не было. И тут Алина открывает глаза и говорит, я вижу бабушку, она стоит в гробу и просит меня помочь закрыть ей крышку. После этих слов она снова отключилась. Все это продолжалось вновь и вновь, пока Алина не сказала то, от чего у всех пошли мурашки. Она зовет меня с собой. Мы начинали умолять не идти за ней. В тот момент было невероятно страшно. Мы принимаем решение вызвать скорую и вывести сестру на улицу. Тогда уже Алина пришла в себя и могла стоять на ногах. Сидя в скорой помощи, Алина также видела свою бабушку, которая сидела рядом с ней. После травматологии мы отправились домой. На тот момент я думала, что все позади, но это казалось не так. Зайдя в квартиру, мы сели на диван и тут сестра опять начинает трястись и говорить о том, что бабушка сидит рядом со мной и улыбается. Я подскакиваю и от растерянности хватаюсь за святую воду. Это самое первое, что мне пришло на ум. Даже не достав банку с водой, я слышу, как Алина начинает кричать во все горло, не смей трогать святую воду, она здесь не нужна, бабушка злится. Тогда у меня сердце в пятки ушло. Мне, если честно, тоже. И я побежала в другую комнату, чтобы перевести дух. На этом моя история заканчивается. В смысле? Как ты? Вот резко с нами. Я попыталась уместить все и, надеюсь, рассказанная мной ситуация преподнесет урок о том, как может повлиять алкоголь на ваш мозг, если не знать меру. Я до сих пор не могу понять, что это было. Может, удар головой об бетонный пол повлиял на это, а может, это и вовсе был передоз, она словила белку. Но один вопрос меня мучает до сих пор, что было бы, если бы она все-таки последовала за своей бабушкой и легла в гроб. Спасибо большое, что прочитали. Это в целом-то не за что, блядь. А что дальше? А что с Алиной? А она жива вообще? Все хорошо? Или до сих пор бабушку видит? Божечки. Надеюсь, нет. Есть же поверье, да? Ты в курсе, что за мертвыми нельзя ходить? Да, да, да. Но это чаще всего про сны. Мне было 14 лет, не стало моего двоюродного дедушки, бабушкиного брата. Так как у меня с маминой стороны не было никогда дедушки, потому что там с той стороны дедушка-мудак, который ушел к другой женщине. Он для тебя был такой фигурой? Он был дедушкой, прямо вот дедушкой-дедушкой, потому что это был, условно, мой единственный дедушка. Мама рассказывает историю, что, говорит, сниться мне сон. Он говорит, почему-то все живем у бабушки. Я, ты, Аня, Андрей, это мамина сестра, ее муж. Миша, это мой отчим, бабушка. Ну, то есть, понимаешь, шестером в двушке, пиздец. И говорит, почему-то животное с нами. У мамы был кот и была собака, овчарка, восточноевропейская. Говорит, животное почему-то с нами. Я вообще не понимаю. А у бабушки такая планировка у квартиры, господи, меня так пугает, когда они заходят. Понимаешь, атмосфера еще такая. Планировка такая, что ты заходишь, у тебя прихожая, вот так комната, вот так комната, коридор и кухня. И коридор такой, вот тут антресольные шкафы, он, ну, типа такой вот, с поворотом. И мы, говорит, сидим на кухне, завтракаем. Я голову, говорит, в коридор поворачиваю, а там дядя Сережа идет. Ой, у меня мурашки побежали. И такой, Свет, поди сюда. Я, говорит, встала, кота на руки взяла и пошла. Я, говорит, захожу в коридор, Акела вот так вот делает лапами. Просто вот останавливает меня до того, чтобы я шла дальше. Я и сижу, говорю, я говорю, а ты в курсе, что нельзя за мертвыми во сне ходить? Да. Ни в коем случае, говорю, мало ли чего может случиться. Если тебя зовут, никогда не иди. Она такая, ну, я, говорит, тогда еще не знала, но вот теперь мы, типа, знаем. Теперь знаю. И это вот жуть всегда, когда снятся. Блин, мне просто вот дедушка снился один-единственный раз. Это было вот лет в семнадцать. Он меня никуда не звал. Такой, знаешь, типа был сон, а-ля какое-то, типа, условное воспоминание, что там собака бабушкина была, и вот с такой зима мы пошли кататься с горки, что-то вот такое. Он меня не звал никогда за собой. А тут вот прямо, понимаешь, вот такая сестойовина, и ты как бы, блядь, думаешь, какую жуть, просто жуть. А допиться до такого состояния нельзя. Я думаю, хотя может и можно, блядь. Ну, вообще, конечно, алкоголь воздействует всегда на организм каким-нибудь непредвиденным способом. И, не знаю, я тут слушала лекции вообще, в принципе, про психологию серийных маньяков. И там, в принципе, говорили о том, что алкоголь может спровоцировать вообще всё, что угодно. И с употреблением алкоголя, в принципе, даже, типа, в умеренных дозах нужно быть очень аккуратными. Особенно, если есть какие-то вот... Ну, во-первых, убивает клетки мозга. Да, да, да. Что алкоголь любого процентажа, он очень сильно убивает мозговую деятельность в целом. Я пью часто. Ну, я тоже, я как бы тут это самое сижу, такая, в белом пальто, только в белой рубашке. Но в целом, как бы, я сижу в корсете, потому что я виновата в этом тоже. Виновна. Я, ну, как бы, я не могу, не люблю говорить про себя, что, блядь, я редко пью, там, всё такое. Но, не знаю, не считаю алкоголь чем-то зазорным. Ну, правда. Во-первых, я считаю, что лучше это, чем наркотики. Прямо реально. Потому что, блядь, я видела людей в разных состояниях, спасибо, блядь, работе в ночных клубах. И вот то, что я видела с людьми после, блядь, солей каких-нибудь, да ну и вон, хахуй, блядь, я лучше вот буду, ну, там, пить, нежели это. А ты знаешь то, что, ну, типа, то, что говорят, белку поймать, что это... Это не правда. Да, это не правда, это неправильно. Да-да-да, белка после. Не просто после, это когда отказываешься от алкоголя. Да-да-да, синдром отмены, как бы, белая горячка. Я просто вот, ну, я тихий алкоголик. Напиваюсь и спать ложусь. Я вот из этих. Никогда не буяю, никогда ни с кем не ругаюсь, всегда такая, ха-ха-ха, хи-хи, блядь. Вот. А есть прямо вот буйные алкоголики, которых я побаиваюсь даже, если честно, что, типа, если человек начинает пить, то он, во-первых, не перестаёт себя контролировать, абсолютно. А во-вторых, начинает себя отвратительно вести. Ну, я как будто бы замечала вот в своих знакомых, которые, знаешь, не то чтобы даже друзья, просто друзья друзей, с которыми вы просто выпиваете, они как будто бы могут часто выпивать и типа, ну, как будто бы прикрываться алкоголем, что, типа, ой, я так напился, но ты, типа, понимаешь, что это просто игра, блин, какая-то. Типа... Как будто бы, знаешь, это используется как просто... Ну, как прикрытие, да, это ужасно, я вообще этого не понимаю. Во-первых, ну, типа, тоже то, чем у меня мама научила, что если ты не умеешь пить, не берись. Да. Не надо. Хочешь отдыхать, отдыхай по-другому. Найди себе способ отдохнуть. Если ты не умеешь пить. У меня просто тоже вот колоссальное количество ситуаций, когда люди, вот, знаешь, напиваются, начинают с ничего в злупу лезть, блядь, а потом начинают вот это вот потом... А правда, ну, я был пьяный. Что это, блядь, за оправдание такое? Знаешь, какое-то оправдание злупа, с у меня скорпион, знаешь, такое... Я просто грубая. Блядь, просто грубая. Sorry. Блядь, no, that's kind of your problem. Да-да-да. Ну, правда. Это твоя проблема, это... Ну, тебе нужно разобраться с тем, как ты... Как на тебя влияет алкоголь. У меня есть знакомые, которые вообще не пьют. Их выбор. Да. Если любимый мем, где, типа, чувак снимает спортивный площадок, такой, блядь, посмотрите, люди не знают, что у человека сейчас изобрело пиво. Ну, реально, блядь. Лучшая подруга перед днём рождения и потом перед отпуском брала аскезу на алкоголь. Самые сложные два месяца в наших с ней отношениях. Ладно, нет, ты знаешь, что я тебя люблю всю уже. Это просто шутка. И тут я, ну, типа, наткнулась на то, что Итгалич же держит, типа, условно, там, алкогольный пост. Ну, она, типа, то ли она у Алены это сказала, то ли ещё у кого-то, что это не аскеза, это вот она просто, типа, отказалась от алкоголя. И Алена, которая Алена, блин. Да. На неё насмотрелась, тоже отказалась. Так. А я вчера скидываю Ксюше, пишу такая, что, может, пора уже? Потому что, блин, Аленку очень хорошо, я не знаю, видел вот эти фотки или нет, она постройнела, похудела, всё, вся от отловатства бежала, вот это всё. У меня просто тоже был такой момент, не в плане того, что я сходила на интервью к Алене Блин, или брала интервью у Галича, решила... Алена, если ты нас смотришь, я, конечно, понимаю, что ЗАЗа клёвая, я тоже её очень сильно люблю, но можно взять интервью ещё у меня. Я уже сказала, что у меня, короче, предрасположенность к эпилепсии, бла-бла-бла. В какой-то момент... Получается, вообще нельзя пить. Мне проводили всякие тесты, бла-бла-бла, и сказали, что, возможно, одним из таких типа триггеров может выступать алкоголь. Ну и после этого я от крепкого алкоголя совсем отказалась, и сначала я вообще не пила. Мне кажется, что месяцев семь я вообще ничего не пила. И после этого, как будто бы, я стала, в принципе, меньше пить, я, ну, как бы, могу выпить вино, там, какие-то коктейльчики. Что ты пила? Улайна, дни рождения. Ой, я пила... Ну, коктейльчики я там пила. Вот этот вот, который был первый, он быстро закончился, он же был самый вкусный. У вас же было барное шоу. Да. Ты мне так рассказываешь, как будто я на нём была. Блин. Я люблю коктейльчики. Я поняла просто, что, в принципе, мне дури хватает и просто так то сидит. Да. Вот, и у меня нет такого, что, типа, в компании друзей мне там некомфортно, когда они выпьют, а я не пью. Типа, знаешь, есть люди, которые, ну, не переваривают вид пьяных людей. Ну, не, я не из этих. Мне, наоборот, как будто то же самое весело. Я не люблю, когда не умеют пить. Вот это, но я сомневаюсь. И неважно, в каком я состоянии буду, пьяный или трезвый, мне будет непонятно, почему люди так себя ведут. Будет непонятно, почему человек не может себя контролировать. Если пьёте, пейте с умом, пожалуйста. Пейте аккуратно, пожалуйста. Drink responsibly, please. Да. Здравствуй, милая Маруся, её гость-гостья или авось-гости. Снова. Авось. Авось-гость. Часто просматривая твои подкасты с историями подписчиков, я всё думала, что могла бы рассказать сама. Ответа всё не было до недавнего случая, которым хотела бы поделиться, рассчитывая на полную анонимность. Дело в том, что с 15-16 лет я являюсь волонтёркой в поисковом отряде. Мы занимаемся тем, что ищем... Изоалёрт, наверное, пропавших людей, да. Начинала я с более простых задач. Рассылки, посты, расклейка листовок с лицами пропавших. Далее планка моих задач начала расти. Теперь я анализировала соцсети пропавших и совершала прозвоны. В один из долгожданных дней я выехала на свой первый поиск, закончившийся НЖ, найден, жив. С того самого дня поиски людей стали неотъемлемой частью моей жизни. Я не могу описать словами, каково это, но попробуйте представить сами. Десятки людей прочесывают лес несколько суток, пока в один момент именно ты не находишь пропавшего до ужаса испуганного ребёнка. Но сейчас я прописала лишь один из лучших сценариев. К сожалению, часто бывает слишком поздно. Каждое НП, найден, погиб, остаются шрамами на сердце и в сознании. Не сосчитать, сколько жертв, убийств, разложений и даже расчленения я видела к своим 19 годам. Сегодня я хочу более подробно рассказать вам о недавнем поиске, который действительно потряс меня. В общем, пропал парень, 19 лет. Мне дали его соцсети, я составила психологический портрет. Он фрик, как это признано говорить у старшего поколения. Длинные розовые волосы, пирсинг и т.п. При этом он очень активный, старосток группы в университете, имеет много друзей, активный участник различных мероприятий, движений. И тут он резко пропадает, словно след простыл. Его мать подала нам заёвку спустя сутки. Мы со старшими волонтёрами начали составлять план поиска. Как вдруг родительница пропавшего находит у него в комнате записку суицидального характера. Посыл был такой. Ты тварь? Я сделала это из-за тебя. Затем нашли личные дневники, которые вручили мне. В общем, я всё это прочитала, и если вкратце, этот милый мальчик оказался очень тёмной натурой, что для меня было шоком. Такой дружелюбный, активный, но с настолько пугающим внутренним миром. Не хочу приписывать никакие диагнозы, хоть и учусь на психиатрку, однако налицо диссоциативное расстройство личности, если опираться на его записи. Мы искали его около трёх месяцев. Прочесали город, пригород, леса, болото. После учёбы и работы я ездила на ночные поиски, ибо эта история мне не давала покоя. Даже водолаза пришлось под мосты пускать. Не можем найти. Но спустя довольно долгое время начинается самый смак. На мой номер звонит его девушка, в слезах говорит, что он написал ей смс. Скидывает скрин, а там содержание уже знакомого типа. Ты тварь, я всё сделала из-за тебя. Нам пришлось взломать его компьютер, и оказалось, что он запланировал девушке сообщение раз в месяц на пять лет вперёд, где во всём её винит. Я придерживаюсь того, чтобы не осуждать других людей, но давайте признаем вместе, это явный перебор. Пропавший повёл нас по ложному следу. Он специально купил кучу билетов на поезда, маршрутки в другие города. Нам пришлось подключить иногородних волонтёров. В итоге искали этого парня сотни людей. Чат с поиском просто разрывался, а добровольцы ломали головы. Развязка. Искали, искали, нашёлся он сам спустя четыре месяца. Какой-то мужчина, совершенно непричастный к истории, решил поехать на дачу на выходных. Ну, знаете, убрать снег с крыши, привезти в порядок участок. Он там всю зиму не был. Приехал на дачу, это два часа от города, заходит к себе во двор и видит, что в доме разбито окно. Он сначала не сильно переживал, думал, может от перепада температура лопнула или вообще птица врезалась. Заходит в дом и чувствует вонь, запах гнили. Он начинает ходить по комнатам, искать источник запаха, находит. Парень, которого мы искали, просто залез в чужой дом, разбил окно, разделся до гола, лёг на диван гостиной и выстрелил себе в голову из рабовика. К моменту его обнаружения тело подверглось достаточно большой степени разложения. Я была в ступоре, честно. Про мёртвых нельзя так говорить, ну каким же нужно быть эгоистом, наговорить так много маме и девушке, чтобы они жили с бременем вины на всю жизнь, залезть в чужой дом, наложить на себя руки там. Явно мужчина не сможет больше жить там со своей семьёй. В общем, один из самых тяжёлых поисков. Спасибо, что прочитали мою историю. Твой контент даёт мне возможность отвлечься от всего того, вокруг чего я кручусь, будучи волонтёркой. Вот это жуть. Просто пиздец. Извините, конечно, но это... Бля, я такого нарочно нахуй не придумываю, что-то... Да. Хочется сказать, конечно, огромное тебе спасибо, что ты занимаешься такой работой. Да, это правда. Я не представляю, насколько это утомительно психологически. Ты большая-большая молодец. Ну, история, конечно, парень такой. В этом есть, конечно, только эгоизм, но это, бля, какая-то социофобия прям максимальная. Ты прям... Это даже, знаешь, не социофобия, а социопатия уже прям максимальная. Это ужасно. Это прям, бля, не вот я с... Дай бог вообще, мне кажется, никому это испытать. Прикинь, вот, ну, типа, твои чувства. Приезжаешь на дачу, блядь. Ну да. Приехала, нахуй, а там гоный мальчик, блядь, с выстрелом в голове. Жесть. Я бы, мне кажется, сожгла бы, блядь, дом дотла бы, блядь, нахуй. Просто... Просто... Чиркнул бы спичками, кинула, блядь, в пизду, гори, лучше новое построим. Хочется, блядь, конструктивно среагировать на это. Да, но, если честно, вообще не находится. Не получается, да, не находится слов. Тебе, правда, спасибо, что занимаешься такой работой. Это прям важно. Хотя для меня всегда вот было... Для меня было загадкой, когда теряются люди, ну, в смысле, такие взрослые. Да. Типа взрослые, нормальные, адекватные, вроде как люди. Куда делись, непонятно. Когда вот, знаешь... Как происходит поиск? Скорее не поиск, а как просто люди пропадают. Типа вот для меня... Типа шёл домой и потерялся. Ну, типа, блядь, ты 20 лет ходишь одной и той же дорогой от работы до дома, взял и потерялся. Ну, как так-то, блядь? На меня какое-то очень серьёзное, мне кажется, психологическое влияние оказали программы «Жди меня». О-о-о. Там же, типа, много всяких историй про то, что человек там чувствовал себя каким-то виноватым, не смог прийти домой, не знаю, там, проигрался, проиграл кучу денег, в результате не нашёл себе силы прийти и сказать о том, что вот он так... И как его потом находят, короче, это прям реально, так сказать, была в этом... На эмоциональных качелях качалась, сука, с пубертата. Вместе, блядь, с Борисом Квашой. Да. Программы «Жди меня» тоже, они вот... Я не могла смотреть никогда. Это вот... Я вообще редко плачу, но у меня есть номинальное количество трейеров условных, на которые я не могу вот... Ну, не могу я на них смотреть. Это прям... Я не могу смотреть «Жди меня». Прям вообще, особенно, когда, знаешь, история, блядь, про родителей и детей, меня прям аж трясти начинает. Я не могу смотреть всякие мужское, женское, где прям какая-то жесть. То есть, знаешь, никогда это вот что-то смешное, блядь, потому что он психологически... На мою дочь, блядь. Типа, когда это это, это я могу смотреть, естественно, смотрю. С очень большим удовольствием, между прочим. А когда это прям какие-то вот максимально жуткие истории, есть же на НТВ типа некий аналог мужского-женского. Есть любимая история про эту передачу. Мне звонили из редакции. Так. И хотели пригласить на передачу. Но проблема в том, что передачи только про грустную снимают. Ну, это рейтинги, это просмотры автоматические. Нужна была, блядь, грустная история. Должна была быть грустная трансуха. На что я тебе глянусь, я на полном серьезе разговариваю с редактором. Я говорю, слушайте, я бы рада вам помочь, конечно. Говорю, ну, у меня, к сожалению, все слишком, блядь, солнечно в этой жизни. Говорю, тьфу. Чтоб не сглазить вообще. Но у меня, правда, у меня очень принимающая, понимающая семья. И мне очень, мне очень повезло. Я, ну, типа, понимаю, что у большей части людей, которые занимаются тем, чем я занимаюсь, там, моя ориентация, что у них нет такого. Я же долго время была подписан на ЛГШ, блядь. Есть такой паблик ВКонтакте. Так. Если Олдева здесь, Лесбик, ей шепот. Такой паблик, где люди рассказывали свои истории, да. Так. Я даже писал туда. Было время. Было время, золотой, восход, блядь, ВКонтакте. Рассвет. И очень много историй ребята писали, ребята, девчонки. Угу. Писали, что я вот рассказал маме, мама меня не приняла, выгнала из дома, там, отец избил и все остальное. А для меня это всегда было вот таким каким-то вот нонсенсом непонятным, что типа какая разница, главное, живой, с руками, ногами, главное, здесь, главное, не умер, главное, не сторчался, там, я не знаю, не спился, не скурился. Да. Какая разница, все равно твой сын, все равно твоя дочь, типа, это все равно твой ребенок, ты с этим ничего не сделаешь. Ну нет, страшнее, конечно, когда начинают, блядь, на конверсионную терапию водить, это вообще пиздец. Да и такие истории есть. До сих пор. У нас теперь легализовано. Ну, я слышала, что легализовано, но как бы пока что живых историй. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. До легализации было, чтобы вагон, блядь, целых, каких-то контор, психологических, не психологических, каких-то контор, блядь, религиозных, не религиозных, куда вот, ну, типа, водили, да. Причем те, кто рассказывают, те, кто были на конверсионной терапии, что это, блядь, чуть ли вот не рассказ служанки. Условно. Ну, типа, вот школа, где их учили, блядь. Примерно такое. Ну, ярче всего, ну, типа, у меня, наверное, про конверсионную терапию отпечатался эпизод из «Американской истории ужасов». Из второго сезона. Не смотрела. Я смотрела, по-моему, какой-то сезон. Ну, мне просто чел понравился там. Который Тейт. Это первый, самый сезон. Ага. Класс. Посмотри второй. Называется «Психбольница». Он очень интересный, потому что он про журналистку. Играет там главную роль Сара Полсон. Играет как раз журналистку, которая хочет написать рассказ о кровавом лике. Это маньяк, который убивал женщин. Списали его с Эда Гейна. Получается, скорее всего. Господи, сколько он историй вдохновил. Вообще. А сколько фильмов, блядь, чуть ли не биографических снят про него. Это вообще жизнь. Простите, я тут ворвусь к вам голосом из монтажной комнаты с небольшой информацией про Эда Гейна. Возможно, кто-то про него не знает. Вообще доказано, что Эдвард Гейн совершил как минимум три убийства. Но под стандартное определение Селинова он не попал. Но и детали убийств, и вообще детали его дела были настолько извращенными, что они вдохновили на рождение нескольких вымышленных серийных убийц. В том числе из фильма «Психо», из франшизы «Техасская резня бензопилой» и из фильма «Молчание ягнят». Реальная история у Эдварда Гейна такая. У него было несколько братьев-сестер, и их фанатичная мать уверяла детей, что весь мир тонет в разврате, и все женщины, за исключением ее самой, были проститутками и инструментами дьявола. И Эд изо всех сил старался осчастливить свою мать, но она все равно была убеждена, что это пойдет по стопам своего отца-алкоголика, и всячески его унижала. У них были такие очень созависимые отношения, и даже после своего взросления Эдвард не переехал от матери, и он остался с ней жить. В 45-м году она умерла после перенесенной серии инсультов. И оставшись один на один с собой, Гейн не уехал с фермы, он оставил все материнские вещи нетронутыми, заинтересовался культом смерти, читал книги про анатомию, эксгумацию, очень любил раздел некрологов, и, в общем, совсем скоро Эдвард начал реализовывать свои нездоровые фантазии. В итоге в доме Гейна нашли 4 человеческих носа, фрагменты костей, 9 масок из человеческой кожи, чаши из человеческих черепов, вообще ужасные подробности, в том числе 9 вульф в обувной коробке, холодильник был набит человеческими органами, короче, ужас. Выяснилось, что Эд Гейн выкапывал из могил тела женщин среднего возраста, напоминавшие ему его мать. Вот такая жуткая история. Вдохновлен он Эдом Гейном, что такой же чувак в маске из женской кожи, с зубами, со всеми пирогами, и обвиняют мальчика невиновного и отправляют его в психиатрическую больницу. И вот Сара Полсон в попытках написать о кровавом лике материал незаконно пробирается в больницу через черный вход и, к сожалению, остается там продолжительное время. героиня, которая играет Сара Полсон, она лесбиянка, и она живет с своей женщиной, то есть, понимаешь, туда-дым-сюда-дым. Когда она попадает в лечебницу, ну, понимаешь, это 60-е годы, если лечебница, то под управлением кого? Правильно, церковь? Абсолютно верно, католической. И там та, кто играет в первом сезоне маму Тейта, она играет там главную монашку. Там есть эпизод с конверсионной терапией, потому что появляется из-за того, что к ним привозят кровавого лика, кровавого лика, якобы, приезжает психотерапевт, а там же как бы, ну, психиатрия такая очень условная, блядь, это же 60-е. Сестра Джуд говорит Трэдсону, что типа, вот у меня есть пациентка-лесбиянка, надо ее вылечить. Терапия заключается в том, что ей внутривенно пускают бролиум. Это вещество, которое вызывает рвотные позывы. Ей показывают фотографии женщин, пускают бролиум намеренно, чтобы у нее появлялся рвот. Чтобы ты понимала, это весь смысл конверсионной терапии. Это то, как работает конверсионная терапия. Пиздец. Либо бролиум, либо шок. Но шоком, слава богу, блядь, лечить запретили. Спасибо господи. Была доказана неэффективность шоковых терапий. Это показывает прямо во всей красе рассвет психиатрии, такой, который мы ее знаем сейчас. Давай, чтобы совсем уж на таком тлении не заканчивать, расскажи, где тебя можно увидеть, где ты выступаешь, и вообще немножечко расскажи про свою работу. Меня можно увидеть каждый вторник, пятницу и субботу. Ну ладно, каждый вторник, пятницу и субботу, это я покричился, у меня иногда бывают выходные, крайне редко. В клубе секрет по адресу Нижний Сусальный переулок 7-3-8. Это курская арма. Чем я занимаюсь? Я травести дива, я переодеваюсь в женщину, открываю рот под фонограмм. 85% случаев. Но иногда пою вживую. это пою вживую. Еще меня можно посмотреть на шоу Бурлеск Нест. Это великолепное, самое уютное бурлеск шоу в Москве. Действительно, оно прям камерное. Ну вот сейчас мы переправились, между прочим, в новое место. Пока не буду раскрывать, какое. седьмого октября можно будет оказаться там. Ну и, собственно, также вы можете увидеть Монику во всех ее социальных сетях, которые сейчас есть на экране, под видео, в описании. Давайте сделаем что-нибудь, чтобы я заставила себя вести телеграм-канал. Пожалуйста. Давайте что-нибудь для этого сделаем. Я муляю, ее прям очень... Телеграмм удобный, телеграмм как будто бы прощает тебе все косяки. Ну да, там, знаешь, есть кнопочка едет, можно, блядь, теперь писать. Меня за это не очень любит директор мой. Наказывает. Она когда вот видит, что у меня, типа, там полгода, блядь, после этого поставить прошло, она такая, ты, может, что-нибудь выложишь уже, например. А то у нас, говорит, контент, блядь, хоть отбавляй. Может быть, пора уже. Я такая, может быть, пора, но я напишу. Она вот мне всю неделю. Когда? Ой, мне бы такой человек не помешал, конечно. Я бы, может, была бы гораздо более продуктивной девчонкой. Если вам понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии, пишите свои истории на почту ваша.история.собака inbox.ru Вот. Слушайте нас, пожалуйста, на всех площадках, подписывайтесь на YouTube и если я вдруг что-то забыла, то здесь будет плашка, с чем я забыла. С тем, что я забыла. Женщина у вас немолодая ведёт подкаст. Имейте совесть. Спасибо, что позвала. Спасибо тебе большое, что... Надеюсь, что это не последний раз. Я тоже на это очень надеюсь. Я надеюсь посмотреть ещё на ваше выступление, потому что у нас суперсерпо понравилось. Ради, пожалуйста, хочешь, поехали сегодня. Всем пока! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!